Это трансляция МКЛ, меняемся к лучшему. Она проходит у нас достаточно давно, уже ежемесячно. На трансляции, которая посвящена целиком полностью сайту, нашему любимому и ненавистному goodgame.ru, мы пытаемся, во-первых, мы предоставляем своего рода отчет о проделанной работе, потому что работаем мы для пользователей, естественно, ну, как компания, естественно, мы работаем и для получения прибыли, но мы же понимаем, что это все благодаря пользователю. Поэтому предоставляем своеобразный отчет того, что было сделано и собираем фидбэк от пользователей на следующий, ну, на предстоящий там месяц. Вот. Еще вчера новость специально разместили, потому что последние несколько месяцев, наверное, 2-3, количество комментариев новости было порядка 20-30, то есть фидбэка стало меньше, к сожалению. Вот. И нам приходится самим, не то чтобы выдумывать задачу, но, по крайней мере, из тех задач, которые мы имеем, выставлять приоритет. Что делать в первую очередь, что во вторую и так далее. Вот. А, конечно, хочется больше фидбэка для того, чтобы и новые идеи появлялись, и мы понимали, что из текущих проблем, какая из текущих проблем наиболее актуальна. Вот. Поэтому если у вас в процессе появится, в процессе трансляции появятся какие-то замечания, или даже после стрима, все равно там день-два мы после стрима будем разбирать комментарии более детально и формировать задачи. Ну, какие-то быстро выходят задачи, если там вопросов никаких нет, как, например, с той, которую создали. Вот. Но где есть обсуждение, это занимает большее время. Пишите в комментариях свои замечания, свои идеи, репортите баги, если вы их встречаете. Когда вы их встречаете? Встреча с багом неизбежна. В любой момент произойти может. Так. Я, собственно, постепенно буду переходить, наверное, к новости непосредственно, к тем задачам, которые были сделаны, к сожалению. У нас в прошлом месяце редко выходили апдейты из-за того, что ведущий разраб Локи, привет, был в отпуске. Я, кстати, в Discord запрыгнул, если что. Вполне возможно, в процессе к нам будет присоединяться по мере необходимости в плане обсуждения там наш замечательный безумный дизайнер. Может быть, Ледокол или Локи. Ну, посмотрим, в общем. Если будут возникать вопросы, то будем подключаться. Быстро пробегусь по тому, что было сделано за прошедший месяц. Найти и устранить причину зависания сервера чата. Реконект избранного. Собственно, вот это избранное, в котором часто появлялось сообщение, переподключаясь к серверу. Наконец-то оно пропало. Информация о турнире теперь грузится, если в конце адреса не хватает слэша. Тоже была проблема, связанная с тем, что типа ссылка не работает, а там слэша не хватает. Исправлена ошибка, при которой стримеры не могли перезалить донатные смайлики. Проблема была не массовая, но у некоторых стримеров прям, ну, ничего не сделать. Там по какому-то хитрому, я не знаю, в чем там в конце концов была проблема. Забыл, точнее, потому что Паша вроде говорил. Ну, в общем, пофиксили. Если вы, стримеры, сталкивались с темой, что у вас по каким-то причинам смайлики не заливаются, то заливаются. Теперь работает активация-деактивация аккаунта в профиле. Отвалилась просто и, ну, фича, естественно, нужная. В новостях переделан футер, источник просмотрит теги игр и автор, если честно, я этого не заметил. В театральном режиме больше нет полосы прокрутки. Это прекрасно. Кнопка «Пожаловаться» на канале стримера снова работает. А, вот так вот, интересно, сколько она не работала. Заявку на вывод средств не подать сразу после полуночи первого числа. Да, только после двух-трех часов ночи. Были, ну, естественно, у нас есть определенная схема вывода средств. Средства, заработанные за месяц, вы можете вывести в начале следующего месяца. То есть вы подаете заявку там с первого по седьмое число, и выплаты осуществляются с первого по десятый. Ну, там запас как раз в три дня на разные банковские переводы и какие-то особо сложные случаи. Например, если карта не российская. Ну, там есть нюансы. Кстати, по выплатам все ровненько. Я 80-85, наверное, процентов уже закрыл по всем заявкам. Так вот, стримеры, некоторые подавали заявку прямо вот сразу после полуночи. А были проблемы, и заявка не проходила. В общем, исправили этот трабл. Он достаточно долго висел. Он не столь критичный, но то, что связано с деньгами, тем более, что со стримерами идет работа такая уже не for fun. Да, если с пользователями можем там хихоньки-хахоньки, то со стримерами у нас уже такие более деловые отношения. Вот, поэтому такие вещи должны работать четко. Исправлена ошибка, при которой рейтингу комментариев мог не отображаться неверно. Мне тоже не знаю, что это за баг, но это репортили. Стрим-сервис. Это Эльдаровская тема, но здесь еще добавится у нас... Ой, вот вылетело из головы. Вот как раз перед стримом помнил про фичу, которую Эльдар сделал, но мы не внесли в список. В общем, мы освободили один из серваков под хранение видеозаписей для того, чтобы записывать стримы. Эльдар достаточно долгое время тестировал, пытался понять, какой объем нам необходим. В результате вышли на запись всех премиум-стримов в исходном и высоком качестве. Ну и укладываемся по объему в 30 терабайт, насколько я понимаю. Ну и хранение этих записей то ли полторы, то ли две недели. Кажется, полторы все-таки. Вот. Со стороны... По записям со стороны серверной, так скажем, основная часть работы сделана, но мы упираемся, к сожалению, в обновление видеоплеера. В частности, в верстку. То есть он уже нарисован, но мы, к сожалению, из-за того, что есть задачи по турнирам, еще много на нашем замечательном верстальчике задач, слакаем по видеозаписям. Мне бы очень хотелось реализовать их как можно быстрее, просто потому, что вместе с ними появляется много фичей, в том числе таких, которые, ну, частично, например, фичи есть на YouTube, частичные фичи есть на Twitch. Вот. Можно, в принципе, сделать, собрав плюсы и там, и там. То есть это и DVR с перемоткой, и временное хранение со всякими экспортами более удобное, автоматическая запись, соответственно, всего потенциально интересного. Вот. Поэтому хочется сделать эту штуку, тем более, что, видите, железка и по нагрузке мы уже держим. Обновление сертификатов, но, тем не менее, несмотря на напоминание, там какой-то сертификат все-таки вылетел в каком-то месте у Эльдара. И поэтому первого числа, где-то в 8 часов утра, Good Game без дополнительных разрешений не открывался. Где-то пару часов. Витя, привет. А ты уже опоздал. Ты уже опоздал. Так, дальше у нас идет обновление форума и комментариев. Оно все еще не на паблике, но, в принципе, вы можете в бета-профиле включить новый форум. Там масса фиксов и по редактору, и по созданию тем. Ну, ладно, давайте я лучше прочитаю. Мы выкатили большое обновление, это пишет Виктор, видимо, молодой. Витя, ты можешь присоединяться, если тебе есть что добавить в Дискорде. Изменения последних вы можете увидеть сразу. Мне, кстати, больше всего понравилась фича, что я зашел спустя где-то неделю перепроверить, что там поправили на странице создания темы, и у меня сохранилось и старый заголовок, и содержание темы, которую я тестил в прошлый раз. То есть, там, да, теперь во время создания темы весь набранный тобой текст сохраняется. Если выключился свет, случайно закрылась страницу, ничего не потеряется. То есть, реально такое, это редакторам, конечно, пригодилось бы очень. Хотя и сейчас вроде как есть, нет, сейчас автосохранение, кажется, нет. Может, и есть, не помню. То есть, удобно, не потеряется ничего. Нововведение по форуму. Новый дизайн, пока темный, но, естественно, обещают светлый, не знаю, зачем речь идет. Надо, кстати, показать, это же, это же проще всего. Внешний вид. Создание темы со спойлерами, с иллюстрациями, с нормальным селектором смайликов, тот, который у вас со смайлами, который тоже с каналов. Редактор простой и удобный, ну, как бы, и такой стандартный визивик. То есть, чтобы я не писал, все равно получается фиво. Странно. Не читал фидбэк, что ли? Белая – это самая запрашиваемая фича. Да, белая – самая запрашиваемая фича. И именно из-за отсутствия белой версии сайта у нас и все сложности. Я согласен. Я пытаюсь пролоббировать белую версию сайта, но вы знаете, какое видео упрямое? Вот. Просто нереально. Отшутились. Новая страница создания темы, новые редакторы, скуча возможностей, списки форма, вставка YouTube клипов. А, даже так, клипчики можно вставлять. Возможность цитировать топик. Наконец-то! Теперь во время создания темы весь набранный текст и скорость работы повысилась. Пишите письма. Есть список известных багов по форуму. То есть, часть из них подправлена, часть из них все еще в работе. Ну, поэтому, собственно, форум еще в бета-профиле. Напомню, вы можете включить обновленный форум в бета-профиле. Бета-профиль – это вот здесь вот. Профиль, бета-профиль. Тыкните галочку, и у вас уже обновленный форум. Пользуйтесь на здоровье. Так, по приложению iOS. Версия 1.2.2. Не читал, кстати, не знаю. Если открыть стрим с режимом только чата, затем и закрыть, приложение не вылетает. Исправлена ошибка, при которой вылетала из-за проблем с API. Исправлена ошибка, при которой кнопка для быстрого перехода к последним сообщениям могла не отображаться. Переход к новым сообщениям в чате корректно работает. Исправлена ошибка, при которой после переключения к другим приложениям и последующего возвращения к GoodGameApp при открытом логине возникал сбой интерфейса. Наверное, сложно было поймать такую ошибку. Область со стримом больше не съезжает на iPhone X. Мажоры. Теперь, если заблокировать экран, то стрим перестает воспроизводиться и не садит заряд батареи. Для экранов стрима игры добавлена функция возврата наверх списка при нажатии на соответствующую иконку в нижнем. Я не видел этих изменений. Для экранов стрима игры избранная функция возврата наверх списка. А, ну то есть, видимо, похожего рода кнопка. Понятно. Кстати, видишь, ты турниры же не показал. Нам надо показать макеты страницы конкретного турнира. Они же практически финальные уже. По турнирам же много всего. Скинь макеты, пожалуйста. Уже XS всякие там. Да. Новые телефоны, новые баги. Их телефон уже устарел. Да, быстро успел. Добавлю на функцию режим мессенджера в настройках. Это, видимо, хотя я не знаю, чтобы она значила. Потому что я знал, что режим только чат есть. А, это когда только чат... О, Вить, привет, да. Ну, рассказывай. Есть ли тебе что дополнить по... Потому что я что-то быстро пролетел по форуму и комментариям. Наверняка что-то забыл. Виктор. Виктор, Вить. Ну, Вить. Ну, ушел. Вот так вот, видите. Не успели даже пошутить, а Витя уже ушел. Сложно работать. А вы тут с... Али? А-а-а. Ну, привет. Не, я все равно тебя не слышу. Я вижу, что ты меня слышишь, но... Ура, я тебе слышу. А-а-а, во, хорошо. Устроился. Там какой-то вопрос... Вопрос по форуму и комментариям. Потому что я пробежал очень быстро по ним. Что там я мог пропустить в новом форуме. Вот как прочитал, все там, все вот в таком статусе. Хорошо. То есть пусть люди пишут ошибки и присылают. Так, по поводу турниров. Макетик скинешь в странице конкретного турнира. Почему мы его не добавили в... Ты же работал на день, правильно? Ну, типа чего? Типа. Не готово. Ну, даже промежуточный результат, это результат. Захожу. Давай. Ты спрашивал, что такое режим мессенджера? Да. Это когда у тебя... Ты пишешь в чатики постоянные, и у тебя не закрывается квадрат. Да, да, да. Просто я думал, что это режим только чат. Но это только чат в переключалке. Да, я понял. Просто по названию непонятно. И, скорее всего, там подсказки никакой нет. Есть. Есть? Хорошо. У тебя есть iPad сейчас под собой? Ну, откуда у меня iPad-то, Витя? Откуда у меня iPad? У меня есть Asus телефон. Все. Заряжается. Откуда у меня iPad? На работе остался там же. Леша все еще работает. Работала, когда мы уходили. Улучшение стабильности производительности, множество прочих исправлений в интерфейсе. В общем, разработка универсального приложения для iOS, она продолжается. Напомню, что на прошлом МКЛе, на прошлом МКЛе, да, Витя, мы как раз презентовали универсальное приложение и обновили iPad-овское. Да, Витя? На прошлом же это МКЛе было месяц назад? По-моему, на прошлом был апдейт, по-моему. Может, я ошибаюсь уже. Сколько времени пришло вообще? Короче, месяц или два назад вот это знаменательное событие произошло. И айфоновское приложение обновилось, и очень сильно обновилась старая iPad-овская. Если у вас есть iPad, и он древний, там приложение старое, вы его смело удаляйте, потому что функционал нового приложения, ну, потому что, во-первых, старое не будет поддерживаться. Во-вторых, функционал второго приложения, он значительно шире, чем предыдущего. И, ну, и здесь будут несколько раз в месяц апдейты выходить. Вот. Да, и поддерживайте, естественно, приложение, ставьте звезды, хорошие отзывы. Даже если у вас будет в любой... Ой, у нас там заспамили негативными отзывами, когда приложишь, когда опиха упала, да? Да, ну, когда прошилось приложение из-за падопавшего чатика. Я понял. Ну, мы как бы оперативно поправили, но как бы осадочек остался. Да, да, окей, бывает. Так, кидаю тебе в скайп, наверное, картинку. Давай. Вить. Кинул. Так, это обновленная страница турнира. Почему-то у меня горизонтальный тут скролл вообще. Ну, у тебя браузер немножко нет. Конечно. Не положди. Так, ну ладно, справа, предположим, лента. Тут все перегружено инфой, потому что этот вариант, он как бы и для участника, и для организатора. То есть тут нарисованы самые разные состояния. Но, как сегодня мы выясняли на работе, поубирав ненужные блоки, для пользователя страница турнира становится значительно чище, чем сейчас. Нет ненужных подложек, сгруппирована по-другому информация, вкладки переработаны тоже, блоки с призовым фондом. Ну, в общем, много всего появилось. Мы отбрасываем сразу два блока сверху, которые относятся непосредственно к участнику. Если вы принимали участие на турнирах, то вы помните, что во время турнира появляется очень полезный блок. Он отодвигает всю контентную часть вниз для того, чтобы сфокусировать ваше внимание на основных вещах, которые должен, прям обязан знать участник. Что ему нужно сделать, какие шаги пройти для того, чтобы принять участие на турнире. Кто у него противник. Что там еще у нас полезно? Какой у противника игровой аккаунт. Там много чего-то, подчеркание карты, общение. Да, репорт лузов. Короче, это вот карточка участника, у которой несколько состояний. Повторюсь, она не отображается, если вы просто зритель или вы организатор. Поэтому мы ее скроллим смеленько вниз. Дальше вы можете наблюдать, что стиль поменялся в сторону как раз вот нового форумного, нового новостного, если так можно сказать. То есть избавляемся от лишних подложек, делаем заголовки крупнее. Карточка турнира. Ну хотя ее уже сложно назвать карточкой турнира, да, ведь это не совсем она. Это будет скорее просто общая информация выносная, которую заполняет организатор. Да, речь вот об этом блоке. Вот, наверху переключение по стадиям. Там есть неочевидные вещи, которые, как утверждает Виктор, с практикой будут... с практикой использования будут участниками пониматься, что, например, какая... Во-первых, у нас теперь новая структура турнира. Ой, ну это сложнее. То есть заголовки зависят именно от структуры турнира, да. То есть у нас, соответственно, есть изображен на фресуре сложный турнир, где есть квалификация и групповая стадия плей-офф. Давайте начнем с того, что организаторы запросили больше возможностей для проведения своих турниров. Несмотря на то, что у нас на сайте сейчас можно провести по нескольким системам проведения, но, очевидно, нет возможности проводить в рамках как бы одного турнира сложные какие-то схемы. То есть чтобы у вас там была одна групповая стадия, как на DreamHack, потом вторая групповая стадия, после этого сетка, исходя из... Ну, от тех, кто прошел предыдущие стадии. Справедливости ради стоит сказать, что такого функционала, насколько мне известно, нет вообще, в принципе, нигде. Вот. Ни на одной из турнирных площадок. Но нам хотелось бы, конечно, сделать для того, чтобы и эти турниры, которые так называемые многоэтапные, вот тип турнира появляется, многоэтапные, для опытных организаторов, кто там бахает свои лиги, кто хочет чего-то большего, чем просто группы, сетки или просто там, не знаю, пул какую-то систему. Вот. Вот как раз из-за запросов организаторов и родились вот все эти кастомные, так скажем, турниры многоэтапные, где есть квалификация, есть групповая стадия и где есть плей-офф. В данном случае квалификация, насколько я понимаю, уже прошла, раз она такая блеклая, да. Активная стадия в данный момент это групповая стадия, потому что она жирненькая. Плей-офф это стадия в будущем, которая, вот. Ну и после плей-оффа логичные результаты и так далее. Продолжай, если я что сказать. Ну еще вынесли, собственно, вот то, что у нас были стримы. Да. Типа на текущей странице их просто куча было. Да. Во-первых, добавим стримы игроков автоматические. Вот. Ну и... Что-что-что стримы игроков? Каких игроков? Что-что-что? О чем-то? Короче, если ты участвуй в турнире. Я участвую. А, ты про это. И стримишь, что автоматически твой стрим добавляется под вкладку стрима. Да, вот это я не слышал. В данном... Да, продолжи. И, собственно, вот здесь на главной странице о турнире, вот чуть ниже написано главный стрим в правом блоке. Здесь орг сможет добавлять любой плеер. Вот ты проскроешь, да? Да-да-да, я проскроил до этого. Я хотел как раз показать, как в данный момент отображаются стримы. То есть мы бы хотели сделать так, чтобы на странице турнира был, по крайней мере, один доступный непосредственно сразу для просмотра стрим. Чтобы не надо было выбирать сейчас из списка вот таких вот стримов и переходить смотреть, чтобы можно было смотреть сразу со страницы турнира. Поэтому и организаторы тоже просили возможность вставки плеера, неважно какого там, на Goodgame, на Twitch или на YouTube, вручную, ну, для того, чтобы... Ну, как минимум, плюс к плюсу в том, что, допустим, даже YouTube-то плеер вставил, и он сохраняется, и после турнира ты можешь тупо зайдя сюда, вставить запись турнира. Да, да, в этом плюс, конечно. Стоит отметить, что иллюстрация теперь тоже многофункциональная, можно так сказать. Плакатного типа. Да. Плакатно-баннерного, я бы даже сказал. То есть организаторы что, что, что? Не, он сейчас написал, мол, типа, организаторам будет трудно делать плакаты, ну, точнее, плакатного типа баннеры для турниров. Хотя, наоборот, организаторы мне сами сказали, что им удобнее делать плакат, поэтому... Окей. Как ни странно, им именно вот такой формат, наверное, поудобнее будет. Смысл в том, что будут еще такие карточки турнира, они предварительно... Мы показывали их на прошлой трансляции, но смысл в том, что они будут отображаться на главной странице вместе с иллюстрацией. Сейчас эти вещи на главной странице турниры без иллюстрации, то есть у них нет ничего такого уникального чисто визуально. И мы будем собирать статистику по количеству показов этого самого баннера, что в теории должно упростить организаторам работу с партнерами. То есть у организаторов еще появляется блок со статистикой, где выводится ключевая потенциально интересная информация. Это просмотры турнира, ее сейчас вообще нигде не достать. Аудитория стримов, а это суммарная аудитория зрителей, мы постараемся собирать со всех площадок даже усредненно, то есть в том числе и с Twitch, может быть с YouTube. Ну да, кейплеер добавил, то я и буду. Да, то есть если несколько стримов добавлено к турниру, то аудитория суммируется и отображается. Тоже очень полезно для того, чтобы представлять, какой охват у турнира. Тут пример, например, я игрок в PUBG, у меня есть там стрим на YouTube, рестрим на YouTube, на Twitch и на Goodgame. По идее, просто ты участвуешь в турнире, и мы уже все это информацию собираем, сколько у тебя смотрят везде. Просто по факту, что ты прикрепил Goodgame на свои плеера. То есть это очень крутая штука. Ну, посмотрим, насколько она будет полезна. Просто это одна из тех фичей, которую вроде как не запрашивали, но цифры должны быть очень хорошие. Внешние переходы, отличная, кстати, здесь цифра просто. Внешние переходы, треть от просмотров турнира. Я просто рандомил. Да, понятно. Ну, здесь все понятно. Заявок на участие, подтверждение участия и отказы от участия. Ну, тут переформулировать надо отказы, на мой взгляд. Неважно. Короче, смысл в том, чтобы показывать организатору турнира, сколько людей зарегалось, сколько подтвердило регистрация. Вот. Ну и финансовая информация. Мы пока отображаем, сколько переходит организатору, если он, конечно, поставил галочку «брать за организацию 10%». Количество поддержавших и количество транзакций. Хотя, на самом деле, чаще всего количество поддержавших и количество транзакций будет совпадать. Это лишняя строчка, и от нее можно отказаться смело. Вот. Из хороших тем в списке поддержавших Виктор придумал, ну, как придумал, он подсмотрел на стриме и подумал, что это зайдет так же хорошо, как и на стримах многие отображают, именно последнюю поддержку для того, чтобы… Топы и последнюю поддержку. Да, топы и последнюю поддержку. Ну, топы просто понятно, это как бы и сейчас есть. Я поэтому сакцентировал внимание на новопоявившейся последней поддержке. Для того, чтобы как раз, даже если человек поддержал не на большую сумму, но зато поддержал недавно, чтобы… Ну, это место такое… Вакант. Короче, он красавчик. Да, он молодец, он молодец. Почище стали, соответственно, таблички. Тоже вы видите, что тут от таблицы ничего не осталось. Слава богу. Потому что если посмотреть на призовой фонд сейчас, на текущем сайте, это, конечно… Ну, Виктор, мне на самом деле стыдно. Стыдно. В свое время это был прорыв. Я понял. Хорошо, что мы эволюционируем постепенно. Вот, потому что тут таблица, подложка, все синее. Там, правда, тоже все… А, нет, там не синее, кстати. Ты постепенно избавляешься от синего, Витя. На самом деле синий остается в душе, просто он меняет оттенок. Цвет настроения остался, да? Хорошо. Просто повышаем контрастность. То есть, говоря про любые тексты, то есть, типа, все контрастность. Теперь максимальная, никто не скажет, что плохо читается. Лучше только черный поставить. Черный на белом или белый на черном. Как хотите. Ну, мне, кстати, на этом НТ-шном мониторе контрастность белого на светло-синим, она… Белого на светло-синий? Ну, пополнить, кнопочка пополнить призовой фонд. Сейчас перенесу на другой. Да, на EPS, конечно, получше. Ну, просто ТН-ки, они же немножко пересвечивают изображение, как правило. Убийство помехи, у меня помехи, что ли? Ну, да мелочи там, забей, это не столь важно. Вот, по странице турнира. Что мы еще могли забыть? Участники начала, призовые места. А, количество призовых мест будет увеличено там вплоть до 16. Кастомное распределение по… Ну, короче, все то, что организаторы просили, главным образом. Мы от какой-то явной жести наверняка отказывались. Вот, но они довольно серьезно пролоббировали свои, в том числе, многоэтапные турниры. И возможность кастомизации, если нам удастся все это реализовать, будет, конечно, очень хорошим. О, а давайте я еще покажу картинку. Давай. Страница всех турниров обновленных или что? Нет, нет. Давай. Не гони коней. Там, правда, блок правый старенький, но там не суть, не правильный. Вот, а ты почему-то этот макет в новости не бахнул, скажи мне. Да я думал, что зачем это полу-недоделки. Перфекционизм, Михаил. Ага. О, флаги вернутся. Ну, наконец-то, ёпресоте. Опять же, убедили Виктора, наконец-то, что флаги… Еще бы иконки, но иконки тоже будут, насколько я понимаю. Ну, просто мне понравилась идея SMG, и, собственно, у нас в SMG будут флаги теперь. Да, это большой плюс. Так, ну, вы тут можете наблюдать обновленный, во-первых, макет плеера, который нас всех ждет. Вот, это и видеоплеер с записями, и стримплеер тоже. Это раз. Главный стрим-турнир у тебя. Главный. Уже исправлен фиксер в предыдущем. Ага, хорошо. Вот, это страница с участниками. Тут тоже стало почище, несмотря на то, что деталей, казалось бы, добавилось из-за флажков тех же самых. Но ведь, кажется, там почистил рейтинг. Ну, флаги были аватарки. Слушай, а что по рейтингу мы решили? Мы же хотели вернуть все-таки его. Так там сортировка по Афритам включена, нет? Нет, там сортировка по рейтингу. Ну, короче… Там по Элловскому рейтингу, в этом фишка как раз заключается. То есть ты сразу видишь по списку фаворитов в турнирах. Это макет, поэтому можно подпиздевать, доделать все как угодно. Нет, потому что рейтинг не отображается. Да, потому что это макет. А, окей. Просто мы можем потерять это на этапе верстки. Я сомневаюсь. И так сойдет вот правильно. Да, это и так сойдет. Для демонстрации пойдет. Вить? Ну, не забудьте… Меня плохо слышно? Не забудьте этот вернуть. Алло. Алло. Ты троллишь, что ли? Ты мне прерываешься, у меня лагает стрим, и я не понимаю, что происходит вообще. Я? Я нормально говорю. Я вижу, что я нормально говорю. У тебя с интернетом что-то, Виктор. Какие-то проблемы с интернетом у меня, да. В общем, наверное, короче, это… Лучше пойду я. Вы… Вы прикалываете, что ли? Затроллили? Все норм, говорит. Алло. Блин, Вить. Теперь я тебя слышу. Да у меня все нормально. Ну, у меня лагало, еще раз говорю. Никаил. Дискорд у тебя лагал? Да, ты лагал твой голос. Да не, не может быть. Я не понимаю, что происходит, Вить. Ладно, хорошо. Нормально все. Не забыть рейтинг вернуть, потому что можем потерять его на этапе. Не потеряем. Не потеряй его и не сломай. Давай. Стримы игроков. Тут, кстати, на странице турнира у нас неполный. У нас другой вид вообще. Этого не будет. А этого справа не будет? Да, этого не будет. Разочарование. Хорошо, спасибо, Виктор. Кажется, это все, что я хотел узнать у тебя. Удачи. Эй, пришли еще в макет всех турниров. Вить? Вить? Ну, Вить. Вить? Привет, Вить. Сейчас я ищу его. Спасибо. Спасибо. Так. Хорошо. В общем, турниры мега важны. Над турнирами сейчас в первую очередь работаем. Спасибо. Так, возвращаемся к МКЛ. Сейчас, наверное, уже постепенно будем к комментам переходить. Я тут заметил, что у меня Enemy Within открыт еще. Представляете? Так вот, не выходил со вчерашнего дня. Так, а, мы же еще сегодня вроде как подтвердили, что по Android делать будем. Вить, ты Андрею, ну ладно, скорее всего, передал, да. В общем, будет большое обновление. Ну, как большое. Вот будет обновление по Android, в него будет входить следующее. Переделка под новое. Спасибо, Вить. Спасибо. Благодарю, Виктор. А тут что-то поменялось, кстати, с момента. Кажется, нет, потому что это уже наверстки у нас. Это у нас наверстки. Ну, ладно. Ну, в общем, если вы пропустили прошлое МКЛ, можно посмотреть, как изменится страница всех турниров, как мы будем фичерить турниры сверху, как будут выглядеть вот эти вот с иллюстрациями турниры. Хотя здесь плакатики такие не турнирные, совсем, а скорее артовские. Как поменяются, ну, что появится группировка по играм, по умолчанию, что будет отображение стадий и так далее, и так далее, и так далее. Накручиваю часов в Steam, чтобы PUBG обогнать. Кстати, да, Steam же фиксирует все вот эти вот темы, что у тебя. Так, переделка оптимизации интерфейса, особенно юзер-интерфейс для планшетов есть куда оптимизировать. Сбор отражения статистики покупок с Android. Пуши. Ой, попушим, блин. А, мы с комментариев начнем и вот эту идею с вами обсудим. Может, сегодня там... Ладно. Сбор отображения... Ага. Увеличение производительности плеера. При запущенном стриме на Android уведомление кнопка выглядит неинформативно. При нажатии на квадрат приложение закрывается, при нажатии на глаз ничего не происходит. При нажатии звезды на клинг-стрим открывается черное окно за головом subscribe. Надо, чтобы появлялся диалог промотать вниз. Чат при открытой клавиатуре бла-бла-бла. Окно доната продолжает обрезаться снизу. Безобразие. Если с экрана запущенного стрима нажать стрелку влево, расположенной в голове, по вероятному стапе, то стрим останавливается, если нажать железную кнопку... Короче, серия багов и оптимизационно-переделочные такие работы. Если на экране с результатом поиска потянуть экран вниз, появится кружок обновлений, который будет крутиться бесконечно. Точно более 4 минут. Мало проверял. Бесконечности 4 минуты — это, конечно, разные вещи. Топовые комментарии заплюсованы. Перестать удалять неугодной администрации комментарии. Мы идем постепенно в сторону, блин, этого чертова либерализма. У нас есть, конечно, все еще какие-то запреты в комментах. Ну, в частности, нельзя использовать нецензурную лексику, нельзя оскорблять, нельзя... Ну, есть список правил там. Откровенная реклама, наркотики и нездоровый образ жизни. Тут этих тем. Но, видите, в стримах уже маты появились. Тети периодически полуголые в клипах появляются. Раньше у нас вообще сайт был такой. Без доты матов где бы то ни было. Сейчас зайдешь. Так что я думаю, что со временем... Со временем мы будем все смягчать и смягчать правила. Первый киберспасение. Да-да-да. И к чему это приведет, черт его знает. Вот, этот комментарий гораздо интереснее, на мой взгляд. Потому что из него мы, судя по всему, новую задачу вытащим. Хорошую. Было бы неплохо добавить опцию включения звукового оповещения о старте стрима из избранного. Очень полезно, когда сайт запущен на фонде, то есть в неактивном окне. Или браузер вовсе свернут. То есть речь идет о том, что если вы там находитесь на ГГ, у вас там есть стрим в избранном, но вы... Вкладка неактивная, вы не хотите пропустить начало стрима из избранного. То есть как только что-то происходит, происходит... Ну, как только запускается трансляция, происходит какое-то звуковое оповещение, и вуаля! Вы сразу знаете о том, что ваш стример начал трансляцию. Задача очевидная. Мы чуть ли не сразу начали ее формулировать. Но потом, кажется, Витя вспомнил про встроенные пушеведомления о браузер. И о том, что второй вариант, когда пользователь не находится на сайте, но подписан. То есть этот кейс очень хороший, если у тебя вкладка ГГ открыта. То есть вот она там где-то в фоне у тебя открыта, и срабатывает уведомление. Могут быть проблемы из-за того, что вкладки после какого-то времени из-за инактива могут, в принципе, выгружаться. У Хрома же такая фича, насколько я понимаю, есть. То есть если долго для экономии оперативной, насколько я понимаю, памяти, для увеличения скорости работы браузера, неактивные вкладки, там принудительно вся активность сворачивается. То есть могут быть проблемы с тем, что звук в давно неактивной вкладке воспроизвеститься не будет. Вот. Но все равно, как бы, может быть, эти проблемы можно решить. Но что если пользователя есть много там, не знаю, подписок на каналы, да? Но Goodgame в данный момент не открыт. Единственным способом получить уведомление – это на почту. Почта – это не самый оперативный способ получения информации. Ну, хотя, конечно, вопрос, как она настроена, какой способ доставки, в частности, что у человека там за почтовый клиент, какие там настроены уведомления. В принципе, у многих работает… Но чаще всего почта – это не телеграммный бот, не какие-то там вещи, которые… Ну, не смс, как грубо говоря, да, которые тебя везде достанет. Поэтому почта подходит для анонсов, для уведомлений, но она не такая оперативная, так скажем. Поэтому мы решили попробовать реализовать штуку с встроенными пуш-оведомлениями в браузер. То есть, если вы подписаны на какую-то трансляцию и, собственно, соглашаетесь с тем, что Goodgame будет отправлять вам уведомления, скорее всего, поставим на странице канала пользователя дополнительную опцию. То есть, вот здесь вот уведомлять, если блам-блам-блам-блам-блам, плюс пуш-оведомления. И в избранном вашем вполне вероятно здесь будем отображать какую-то информационную штуку, что можно включить уведомления. И тогда, где бы вы ни находились, если у вас включен браузер, вы будете получать там кастомизированное уведомление, что там началась трансляция с аватаркой, там стримера, с возможностью перейти на страницу. Тогда, получается, отрабатываются оба кейса, что человек и получит уведомление, ну, там, не звуковое в данном случае, главное, что и информацию до него донесем. С другой стороны, даже если его не будет на сайте, он это уведомление получит. Мы знаем о проблеме с навязчивостью пуш-оведомления, что каждый сайт, на который не зайдешь, тебе предлагает эту хрень включить, и ее, конечно, хочется выключать. Поэтому мы принудительно ничего включать не будем. И будем предлагать только при подписке человеку, то есть вот он, не знаю, с каких, ну, кроме вот этого угла с подпиской и кроме избранного, где мы еще можем сделать точку входа по включению пуш-оведомлений. Но смысл в том, что вы сначала на сайте говорите, я хочу подписаться на этого стримера, точнее, получать уведомление о началах трансляции, и после этого у вас в браузере разрешители заблокировать. То есть исключительно для этих целей это делается. Вот. Посмотрим, насколько эта фича будет востребована. С одной стороны, человека заплюсовали, идея такая достаточно логичная. С другой стороны, мы вроде как немножко развили эту идею сегодня и попробуем это сделать с пуш-оведомлениями. Возможно, начнем с хрома, потому что надо сначала протестить фичу, а хром у нас больше 50, наверное, 55 процентов пользователей его используют. Соберем, опять же, сделаем фичу в бета-профиле и посмотрим, насколько эта функция будет востребована. В идеале вы будете просто по щелчку, не получилось, а щелчок, получать уведомление, просто если у вас открыт браузер. Едем по комментам. Я вижу, что в чате периодически появляются комментарии. Пожалуйста, копипастните, если это действительно важно, в комменты, потому что комменты мы в любом случае не потеряем, а в чате ваше сообщение может быть пропущено. Вот. Так, завтра, да, пофиксили, немного не по тексту, переход с «в» на «ты», потом снова выглядит не очень. Но это новости к МКЛ, они такие более... Они хоть и находятся в новостном разделе, но их никто не вычитывает, редакторы не вычитывают, поэтому тут такая полурабочая формулировка, и можно, конечно, было внимательнее именно к тексту, к пунктуации перечитывать, но это, на мой взгляд, не так важно. Это скорее больше похоже на отчет. Неряшливо сделанный. Можно ли сделать так, что при выборе игры можно было бы выбирать игру? Начало неплохое. Например, я пытаюсь постримить «скват» или «арма-3», но у меня не получается выбрать их в списке. Их как бы там нет. «Арма-3» нет. Не верим. Ты тройку пишешь просто... Она правильно пишется через греческие цифры. Было бы неплохо добавить... Мы достаточно давно решили проблему с тем, что «Ой, игры нет какой-то». Мы используем какую-то базу стороннюю, которая постоянно пополняется с играми. И даже если это новинка... Раньше мы вообще игры вручные добавляли на старом сайте. Но учитывая то, что у этих игр уже сотни тысяч... Греческие, греческие, римские. Римские, греческие. Извините. Я на секунду задумался, думаю, ну неправильно сейчас скажу. И действительно сказал неправильно. Вот, римские уже, простите. Да, ну старенькие уже. Римские и арабские. Гоэк с чем? Ага. Вот, поэтому заподозрил неладное. Так, вот это хороший коммент. Если будут подробности, я вижу, что товарищ онлайн, Райтс, если есть что добавить, добавляй. Куда уж лучше-то, говорит Мэтис. Ну, конечно. Ой, вижу, что там. БСПшная тема на аватарке. Тейка. Как можно было не послать на Игромир своего сотрудника? Или эта тема только для технических вопросов? Да нет, почему? На Игромир поехала достаточно большая делегация. Во-первых, Женя аккредитовывала многих стримеров, кто заранее предупредил и им доставали, собственно, билеты как к прессе. То есть они ничего не тратили. Маша Лав, например, с Абойлером сегодня довольно много материала наснимала. Ну, естественно, это не к редакции относится. Они просто там на свой канал это делают. Но все равно интересно. Там много интервьюшек спонтанных. Я посмотрел, что на сцене происходило, что лики войны там исполняли. И, в общем, пожалел, что не поехал. Если говорить о редакции... А, Мантич, насколько я понимаю, тоже поехал. Надеюсь, что материал с Вакариным или я не помню, с кем они, последние Игромиры ездили, соберут. Как вы видите, есть галерея с Игромирой Комикона. Уже залита, добавленная со стороны редакции. Можно зайти и посмотреть. Вот. Зайти посмотреть. А, тут от одного человека, от второго товарища тоже. Он стал листать фотосистемник. Странно, что добавили в новость, а не в галерее событий. Ой, стоп. А это кто у нас тут? Не Игорь Андреевич, случайно? А я его узнал. Брюс! Брюс! Орел стоит, спинка прямо, взгляд вверх, нос по ветру. Красавец! Игоря Иванович, Игоря Иванович. Ну, мы виделись рано-недавно, когда последний раз в Москву ездили по встречам. Так что туда поехали. Я думаю, что какой-то материал будет появляться чуть позже. FullJoin говорит, поддержал. Добрый вечер, мы в последний месяц задали стамблю. До 22 ггплеер подвисает. Плохо грузится на исходном качестве. Присаживайте, видите соседние вкладки. Вкладка ггп просто зависает. Плеер не активен. Фиксится только открытием новой вкладки. Спасибо. Так, как нам эту проблему... Ну, я подозреваю, что это может быть. Какие подробности нам нужны? Я к ледоколу обращусь сразу же. У меня просто с исходным тоже... Я сегодня на работе разок поймал. Ну, хоть нет, не на работе. Я на работе, он лагает. Дома, кажется, поймал. Что у меня просто стопается. Пару раз стопнулась исходная. Не системно, но просто вот раз и все. Ты потом выбираешь новый исходный, оно за долю секунды загружается и идет дальше. Это старая проблема. Кажется, ее фиксили, она вернулась. И, судя по всему, проблема достаточно массовая. Во, понял. Нет, Алекс, сегодня без PUBG точно. Хорошо, тогда... Думал, у вас серваком проблемы, потом сказал, что все починили. Ну, несколько дней назад действительно Мантич написал, что они этот стык с Ростелеком и МГТС, трафик оттуда убрали, перенаправили каким-то макаром. И, типа, должно было стать лучше. Но после этого я в эфире спросил, у части людей проблема сохранилась. Может быть, это проблема, конечно, другого плана. То есть, может быть, типа, загружается быстро, но вот то, что пауза происходит, может быть, это проблемы уже не Ростелекомовские, ну, не Ростелекомовские, не МГТСные, а с нашей стороны, может, там что-то не отрабатывает. Может, там после Кэнди как-то не переключаются нормально с П2Пшки. Надо, короче, ее как-то диагностировать. Хорошо. Ну, это уже хорошие новости в том плане, что, кажется, мы ее, мы этот trouble можем пофиксить. То есть, он, во-первых, недавно появился, во-вторых, он не такой уж индивидуальный, соответственно, диагностировать значительно проще. Окей, тогда будем разбираться с Эльдаром. При нажатии кнопки «Показать еще и 40 видео» в разделе «Видео» он не всегда реагирует. Мы с следующим шагом после того, как сделаем видеоплеер и записи трансляции, вернемся к разделу «Со всеми видео», потому что там есть некоторые проблемы с выборками, в частности. Тут есть, во-первых, вкладки не самые очевидные, с не самым очевидным ранжированием, так скажем. Надо посмотреть, какими пользуются, какими не пользуются. И плюс сюда надо будет добавить тему с сохраненными трансляциями, учитывая то, что все стримы премиумные мы планируем сохранять. Понятное дело, что они будут отображаться на канале человека, то есть вы заходите на канал стримера, и у него вместо плеера, если трансляции сейчас нет, будет отображаться видеозапись. Да даже если вы заходите просто к человеку на канал, будет отображаться плеер с возможностью перемотки, как на YouTube. Это как раз вот то, что я хочу сделать как можно быстрее. Вот, естественно, добавятся еще видеозаписи внизу, ну, скорее всего, клипы, где там клипы, видео, чтобы, по крайней мере, можно было стримеру менеджерить, а вам смотреть, выбирать из тех записей, которые... Там Ильдар просто ответил, шаблонно, мне это бесит. Даже не вдумался в решение. Так, галерею закрываем. Вот, но и хотелось бы, чтобы в разделе видео отображались, в принципе, все записи. Ну, вот, вот теперь ты разобрался. Блин, как же меня это выводит из себя, капец. Паша что-то пишет. Локи, зайди, если хочешь сказать, а то я сейчас гореть буду. Наверняка ты что-то хочешь сказать. В Дискорд я в комнате. Спасибо большое. Бесочка, что ты, скучаешь? Я сегодня над котом прикалывался. Моих же нет дома. А кот меня просто с распростертыми дома встречает. Все, фартучек, все нормально, там, борщец. Вот, крутится в ногах, проходу не дает. Ее покормил. Ну, больше некому кормить. Набрал. Женю включил на громкую связь. Кот просто с ума начала сходить. Маму слышит, мамы нет рядом. Что же делать? Что такое? Пришла посмотреть? Молодец. Молодец. Они завтра приедут с утра. Скучают. Ты издеваешься над котом. А два поддержал ваш канал, насторонний и сучает кота на ветку. Бесс, Бесс, сейчас ты... Дрессированный кот опять, секундочку. Бессочка, давай на ручки, на ручки. Папки, давай. Давай, давай, давай. Ну, давай, я не буду за тобой спускаться. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Сначала погладить, а потом к вебке. Вот она, вот она. Давай, давай, улыбайся. Бесс, Бесс, Бесс. Молодец. Сейчас вернусь. Руки помоем и вернусь. Все. Ладно, заходи, 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 если хочешь, я буду дверь закрывать. Так, алло. Так, паша нет, да? Нет, есть, Паша. Привет, Локи. Здравствуй. С возвращением, как ты на этом фестивале с Арнольдом Шварценеггером расскажешь пиво пил? А тебя не слышат. А тебя не слышат. Потому что мы звуковое устройство, видимо, на твоем компьютере меняли нещадно. Поэтому микрофон, видимо, там у тебя тоже не подцепился. Но я вижу, что ты... Так, веб-ку, еб-моё. Надо же веб-ку меньше сделать. Куда я там... Слушай, блин, ну... Да, привет. Такую шутку сломали, пока ты там ушел. Ты ее можешь? С котом. Я ворвался такой. Не, ну уже все уже не актуально. Я понял. Ну, блин. Короче, да, действительно, из-за того, что я микрофон свой отдавал ледоколу, он у меня не подцепился, потому что девайсик потерялся. Ну, в общем, неважно. Так. Я вообще зашел по поводу вот зависания там. Эфигендис, скорее всего. Да, угу. Там, на самом деле, есть несколько вариантов, из-за чего это может быть. И там немножко эта тема усложняется тем, что для того, чтобы, соответственно, эту тему пофиксить, нужно сначала ее как следует локализовать и выяснить, в чем именно проблема. И, допустим, если взять тот же самый Candy, который мы не можем просто взять, выключить и как-то постепенно там пытаться включать или какую-то фокус-группу там собирать или что-то такое. Потому что, ну, сам знаешь, без Candy далеко не уедем. Иногда бывает. Да, да, да. Поэтому нужно будет подумать. Может быть, не знаю, в понедельник соберемся, обсудим, каким образом можно было бы это локализовать без каких-то вот таких глобальных вещей. Так, подожди, ну, может, пользователям просто у кого эта проблема прям воспроизводится? Что, что, какую информацию нужно собрать? Ну, вот, да. Ну, в идеальном мире как бы я стал это делать. То есть для начала нужно отключить вообще максимально все, что может влиять. Вот. Может быть, действительно собрать несколько ребят, у которых есть проблема. Вот. И как-то с ними там какую-то конфу собрать и поплотнее поработать. Вот. Отключить все лишнее и поочередно начинать подключать все наши вещи и найти, какая именно из вещей вызывает эту проблему. Вот. Как только установим, какая именно проблема, тогда сможем, собственно, двигаться дальше. Вот. Возможно, действительно стоит собрать фокус-группу. Не знаю, там, человек 10, у которых эта проблема постоянно возникает. То есть не те, кто, а, да, я как-то разок ловил, не знаю, как. У меня вот пару-дороку раз за... Вот. Желательно, чтобы люди прямо знали именно, каким образом проблема будет произвести. То есть если человек конкретно знает, что вот при таких действиях проблема воспроизводится, вот, чаще все пишут, что типа я смотрю YouTube в другой вкладке, и у меня типа плеер весь нет. Сейчас, подожди, я не могу этого не показать. Кот. Блин. Так ты показывай, пока. Просто, ладно, включить фантазию, потому что... Уже проблема. Нет, блин. Короче, заходит Бесса в комнату, заходит. Вид максимально опечаленный, максимально. А она при этом непрерывно мяукает. Мяу, мяу, мяу. В зубах у нее салфетки бумажные. Она типа заходит, ну, обратите внимание, поиграйте, пожалуйста. Сейчас она принесла эти салфетки мне под ноги. И начинает с ними играться. Бесса, принесешь? Давай, я тебе кину. Давай. Принеси. Какой чудесный код. Давай, 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 принеси. Продолжай. Я... Несет. Блин, это код псих просто. Паш, ну, продолжай. Ну, продолжай. А на чем я остановился? Фокус-группу и собрать информацию среди тех, у которых эта проблема проявляется наиболее часто, либо они знают, как ее воспроизвести. О, Мантич, привет. На уважение. Хорошо, нам нужно, нам нужно какая-нибудь это... В общем, пишите... Что? Куда? Видимо, куда-то. Куда-то. На саппорт пишите, кто готов помочь с этой штукой. Репортил баг, мне стрей пишет. Да, со стреем мы тогда решали этот... Ну, как бы это... Как вариант было такое решение, вот. Но фокус-группу мяу. Возможно, возможно, да. Возможно, из-за этого. В общем, будем работать над этим. Окей, хорошо. Над решением этой проблемы. Как нам собрать инфу? Ладно, друзья, если не сложно, вот как раз, если вы подходите под это описание разыскиваемых людей, то есть у вас эта проблема повторяется очень часто, вы знаете, ну, что она у вас там проявляется часто, или вы знаете, как ее локализовать, то просто черканите мне письмо micersobakgoodgame.ru и мы там уже определим способ связи, наиболее удобный. Ну, или там я напишу, что необходимо, какую инфу необходимо там собрать, если вам не жалко времени. Будем благодарны. Спасибо большое за все. Пока ты здесь в чатике, да. Вот то решение, которое я тебе тогда предлагал, оно полностью решает проблему, и больше ты с такой проблемой не сталкивался. Правильно я понимаю, или нет? Отпишите, пожалуйста, в чатике. Вот. Я потом ответ прочитаю, и все, я пока замолкаю. Можешь продолжать. Хорошо, возвращаемся тогда к новостям. О, добавилось комментариев. Хорошо. Я не помню просто, где остановился. Да, по поводу страницы видео. В том числе и с плэшем заденем кнопочку загрузить еще. Ну, то есть, потому что там будет переработка тоже раздела. Мелочи из редактора профиля не хватает валидации, типа можно поставить минус 162 года. Ну, если хочется, ставьте это, не столь принципиально. Обуз бета-профиле, о котором писали, мы в курсе о нем. Но, насколько я понимаю, ничего страшного. В результате ты только себя можешь там заспамить не будет. В редакторе сообщений на форуме нет вложенных список. Также нельзя написать что-то под пунктом, не начиная следующий. В пункте 1 я редактировал вручную. Так, в редакторе сообщений нет вложенных список. Нельзя нажать что-то под пунктом, не начинает. Тоже мелочи, на самом деле. То есть, если ты хочешь расширенного редактирования серии, чтобы у тебя список в списке, в списке, в списке, это не сюда. То есть, для большинства пользователей хватает обычного списка, нумерованного или нет. Добавлять новые кнопки, это значит усложнять интерфейс. Ну, то есть, это нерационально для большинства пользователей. То есть, мы наоборот сейчас стараемся идти по пути упрощения. И вы можете это увидеть и по обновленным комментариям, обновленному форуму, турнирам, которые, несмотря на большую функциональность, будут выглядеть чище и понятней. Там и дальше будет еще комментарий от товарища, который долгое время не заходил на ГГ, его сложность того, что на сайте. То есть, и там, и тут. Он, правда, конкретику не написал, но мы же понимаем, что сайт... Очень много на нем всего. То есть, и стримы, и турниры, и новости, и форумы, и галереи какие-то, и клипы. В общем, если ты на него регулярно заходишь, как большинство из нас, то для тебя эта ситуация нормальная. Но если мы говорим о том, чтобы человек с незамыленным... Ну, и с незамыленным взглядом, и который не привык к сложным темам, заходя на сайт, не пугался многообразия, нужно все-таки идти по пути упрощения. Будем деградировать вместе. Поэтому третий пункт тоже минус. Все же было хорошо немного уменьшить интервал между строками и абзацами. Тоже нет. Тоже это мелочи, с которыми даже спорить можно. Вот. Так, мне кажется... Объяснить. Фишка дефолта стоит исходное качество, отображается буква И, но когда нажимаешь любое другое, а потом исходное, но уже исходное стоит П. Да-да-да-да, пережиток прошлого, примем подписку. Это классная, кстати, тема. Я не знал, как воспроизвести этот баг. Поэтому прям спасибо за точную формулировку. Это то, что нужно. А то я разок сказал, что есть такая ошибка. Витя показывает сразу на компет. Все нормально, переключаю, все хорошо. Нет. Мелочи это, но они правятся наверняка быстро. Куда написать насчет просмотра стримов на Smart TV? Я понимаю, что платформа не основная, но раньше встроенный ТВ-браузер спокойно смотрел стрим, но с определенного времени мы потихонечку начинаем разработку приложения под Smart TV. Опять же, есть пока... Самое слабое звено — это верстка. Разработчик у нас есть. Дизайнер у нас по гайдлайнам достаточно простым приложуху для... Ну, дизайн для Smart TV сделать сможет. Вот. Но просмотр с устройств мы выключили, кажется, намеренно, потому что там была дырка. Это позволяло смотреть трансляцию по-всякому и через сторонние плееры в том числе. Это приводило к тому, что приходили какие-нибудь, опять же, турки-футболисты, которых очень сложно детектить, и начинали стримить. Мы даже не видели, где это, собственно, происходит, пока ты там к ледоколу не обратишься, и он там не полезет смотреть куда-нибудь там, не знаю, в Nginx, RTMP, или что у нас там раздает, и выискивать эти каналы, ну, то есть... А нагрузка идет. Короче, для того, чтобы вы не испытывали проблем с просмотром трансляций, которые возникали в том числе из-за возможности смотреть трансляцию в обход плеера, мы эту функцию выключили. Но специальное приложение для Smart TV, я надеюсь, мы доживем до этого момента. Да, Пептаровскую починили сегодня, там Рутонин не коннектился. Вот, как раз тот самый комментарий. Мы его детально разбирали сегодня и растащили на несколько задач. Я не уверен, что надо читать его полностью. Вы, в принципе, можете его прочитать, но сегодня мы его не просто почитали, но и по некоторым моментам поспорили. Вот, ключевой посыл, который я для себя вынес из этого комментария, заключается в том, что если мы хотим... Если мы не хотим отпугивать новых пользователей, надо... Вот все вот эти вот наши итерации к разным разделам, блокам, все до мелочей подходить с точки зрения упрощения, вычищения. То есть, это такой общий посыл. Вот. Но, как бы, Виктор по этому пути уже пошел. Опять же, повторюсь на примере свежепеределанных разделов. Вот. Может быть, можно... Нужно более радикально подходить. Ну, типа, бах, и убираешь целый раздел сайта. Как мы сделали при переходе на новый, но мне кажется, что лучше правильно расставить приоритеты, выдав там на той же самой главной странице меньше места не очень популярным разделам, чем убирать его полностью. Но упрощение может быть еще с точки зрения объединения разделов, похожих по... Ну, опять же, мы возвращаемся к новостям и форуму, которые при определенных допущениях можно слить в один раздел. Минимализм. Да. Лаконичность, минимализм. Чем проще, тем понятнее. Вот. Поэтому всегда... Всегда нужно просто помнить про то, что не все люди на сайт заходят по 20 раз в день и не знают... И, соответственно, знают его досконально. То есть, по крайней мере, всю вот внешнюю часть. То есть у нас есть такие товарищи, опять же, типа Стрея, которые и сайт досконально знают, и уже дополнительных там приблуд понаписали к себе. То есть... Но... Но надо делать все равно проще. Несмотря на... Да. Ну, и там много всего. Я этот комментарий, повторюсь, не буду читать, потому что там и текста много, и мы его уже разобрали. Отключите фильтр в новостях или включите возможность редактировать фильтр. Половина новостей просто не видна, будучи авторизованным. Я слышал про этот баг. Кажется, мы его фиксили, но почему-то опять и заплясованный вернулся. Не вернулся. У меня, к сожалению, информации по фильтру нет. Я им не пользуюсь. И это надо проверять. Если Витя или Паша в курсе ситуации... Маякните, что... А, ну, в принципе, мы можем это отложить на понедельник. То есть... И уже обсудить. Обсуждали клипы в модалке, решили не делать, как на Твиче. Акинав... Да, нужна помощь. Я сам реже захожу на Goodgame. Новостей по играм гораздо больше на тематических порталах. Ну вот, смотрите, ситуация какая. По новостям у нас произошла... Происходит постепенная трансформация. Это осознанный выбор. То есть раньше были исключительно киберспортивные новости. Не знаю, где-то год или полгода назад стало появляться больше общеигровых и даже там каких-то айтишных материалов на сайте. Как раз с целью... Ну, потому что киберспортивные новости, они достаточно узкоспециализированы и на них они не такие интересные. Особенно людям, которые отходят от киберспорта. Вот. Плюс еще параллельно пошла тема с Яндекс.Дзеном, с постингом новостей там в Яндексе, в Гугле на сторонних площадках как раз для того, чтобы потенциально новую аудиторию интересными материалами привлекать. И для этого нужны не новости о трансферах из одной команды в другую, если только, конечно, не какие-то громкие и СНГ-шные команды, а что-то, что будет понятно человеку, который увлекается играми. То есть здесь тоже редакция постепенно двигается в сторону таких общеигровых, более популярных материалов. Но если мы берем, например, но тут нет ниши, получается, да, потому что мы не можем конкурировать с тем же сам ДТФ или каким-то изданием, который просто весь сайт посвящен именно материалам по компьютерным играм. Ну, потому что у нас как бы к компьютерным играм перемешивается киберспорт, потому что у нас не новостной портал. Главным образом, это скорее стриминговый портал и турнирный. Вот. И получается, что действительно, если цель человека заходить на сайт и читать околоигровые новости, ну, вот как вот у Акинафа, судя по всему, то есть он явно говорит не о киберспортивных новостях, то он, естественно, для себя открывает, считает более полезными именно тематические порталы. Вот. В этом плане, с одной стороны, отход от киберспортивных новостей, это, ну, получается, неправильный шаг, потому что ты уходишь, хоть из непопулярной, но нише. С другой стороны, и правильный, потому что часть аудитории, которая интересуется, перестает интересоваться киберспортом, но заходит на Goodgame и находит материалы, которые, в принципе, входят в круг его интересов, это тоже, ну, это правильный поступок. То есть я не знаю, почему приведет вот обновленные, редакционные, ну, так она плавно меняется, она не раз и все, просто постепенно появляются материалы, как это происходит, появляется идея, обсуждается конфередактор, готовится материал, потом он вычитывается, появляется, идет какая-то реакция от пользователей, и по просмотрам, и по комментариям, то есть оценивается, насколько интересна текущая аудитория, потом часть из этих материалов идет вне сайта, на тот же самый Дзен, в новости Гугла, в новости там еще куда-то, идет по социалкам, если я не уверен там, как они дальше работают, и смотрят, какой тип материалов подходит для аудитории, которая находится вне сайта, ну, как раз с целью их заинтересовать. Вот. И со временем, при большом количестве итераций, если подход правильный, то все будет хорошо, но я просто буду надеяться, что все, редакция работает, молодцы, удачи в нелегком труде. Вот. Стримы и записи удобно смотреть, комментировать на других площадках. Ну, естественно, нужно конкретики побольше по поводу записей. Уже сегодня неоднократно говорил, что мы постараемся сделать и записи, и перемотку. И самое главное, внедрить это хорошо в разные разделы сайта, чтобы у вас прям все было... Ну, зашли на канал Габабру, нет трансляции, сразу хопа, перемотали прошлый стрим, посмотрели кусочками. Вот. Отдельный комментарий исходит только от Fibonacci, остальные не шарят. Ну, да, такой подход тоже есть. Вроде бы обещали новый селектор смайлов или что-то такое. Есть новость по этому поводу. Селектор обновили смайлов, насколько я понимаю. Сделали группировку, добавили, убрали вкладку любимый смайл, это было где-то три месяца назад. Группировку по каналам добавили. Селектор смайлов в обновленном редакторе, теперь тот, который, ну, помните, показывал на странице создания темы новый редактор, в новых комментах новый редактор вот здесь вот смайлов имеется в виду. То есть тут, ну, если помните, какой был старый. То есть он теперь единый. Что в чате у вас, что в комментариях. Раздел любимый, это здорово, но смайлы за донат, если их много, неплохо так мешают. У меня они всего трех стримеров, и то хочется два пака из трех скрыть как-то. Все еще есть, а, возможно, он говорил об обновлении с точки зрения драгон-дропа, чтобы мы могли накидывать в... Да, эту тему пока отложили, потому что... потому что сложнее. Вот я об этом и говорил. Ведь, помнишь? Помнишь, я говорил? И ты тоже говорил. И вот тоже непонятно, какой подход правильный. То есть мы решали, что сделать? Сейчас быстро бахнуть, избавиться от любимых, перенести их в основной, сгруппировать стримерские смайлы или отложить эту задачу и сделать ее вместе с нормальным селектором-смайлом с драгон-дропом. Вот. И сейчас бы мы могли с одной стороны... Ну, сейчас мы сидим без драгон-дропа, но уже столько времени рабочим обновленным селектором, который реально удобнее, чем предыдущий, его хорошо приняли. Вот. Ну, за исключением таких вот частных случаев, когда слишком много всего. Вот. Но без драгон-дропа. Я не знаю, сколько времени бы прошло, если бы мы отложили эту задачу и сделали бы типа сразу хорошо. Чемандр, привет, у вас вебка подвисает иногда. А мне кажется, у меня что-то с компом сегодня, потому что, во-первых, все началось с 200 дропов. У меня в UBS такое вообще не бывает на старте трансляции. Потом сказали, что я лагаю, типа в Дискорде ведь я меня не слышал. А сейчас вы говорите, что вебка. Я думаю, что мне нужно в ребут уйти перед икс-чемом. Феликс говорит, я написал комментарий, чтобы слышать ответ, его скипнули. Good job. Блин, Феликс, извини, пожалуйста. Я думал, что тебе важнее результат по задачам. Окей, хорошо. Я, кстати, себе премиум-ключик в благодарность за этот коммент отправил на полгода. А ты ворчишь. Все выши разговоры ни о чем. Грандмастер пишет. А как, как, почему? А можно аргументировать? Любопытно просто. Вроде не это самое. Вы работаете для нас. Так. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай, давай. Все правильно пока. Пока все правильно говоришь. Сейчас, секундочку. ну я естественно стараюсь донести как раз мкл для того и нужен то есть первой части мы рассказываем что за месяц бахнули показываем рассказываем ну вы поняли в общем как раз для того чтобы не было вот этого вакуума информационного что вы не знаете что происходит именно поэтому мы вот для того чтобы рассказать и показать чем мы занимаемся в первой части а во второй собрать фидбэк вот собственно так и происходит и от трансляции к трансляции каждый месяц мы отчитываемся в том числе по тем задачам которые вы сейчас нам ставить в комментариях естественно у меня есть такая возможность не все подряд ставить потому что есть определенный какой-то опыт сколько там насколько это актуально не будет ли каких-то конфликтов с тем что уже есть на сайте или например насколько фича востребованной и сложна в плане реализации вот поэтому но ваш фидбэк это первое на что мы ориентируемся в выборе задач мишель давай pubg не 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 соколик мы сейчас комментарий добьем так ох феликс ладно поехали не заходил на сайт около пяти лет точнее заходила раз в год последнюю неделю обитая на сайте так как на goodgame жить новому юзеру по поводу да я забыл свой старый пароль не хотел запаривать со становлением при нажать на кнопку при помощи вк почему ты должен создавать аккаунт гудгемовский потому что там есть технические особенности например если ты заходишь через вк у нас нет информации о твоем нике соответственно возникает вопрос каким образом тебя отображать в принципе на сайте при любой твоей активности в чате в комментариях что что вытаскивать транслитер или транслитер использовать твою фамилию или нет фактически создание никнейма на на gg это там он во первых максимально упрощено все никто представившийся к колым россии поддержал ваш канал на тысячи рублей и сообщает спасибо за многолетнюю верность делу спасибо большое спасибо большое за добрые слова их короче это скорее технические сложность то есть техническая сложность то есть мы когда делали упрощенную версию логина с добавлением там твича социальных сетей и прочее то есть можно просто аккаунт на gg создать можно сразу сделать перевязки соц сетей мы все равно не он поделись могли наш канал на 100 рублей сообщает михаи да я не очень опытный пользователь смайлов но часто вижу смайл из канала в других когда есть ли возможность сделать так чтобы можно увидеть смайл и узнать какому стримеру относятся понравившийся деле как то его выбрать отдельно тыкаю панте палкой спасибо ну я лично пользуюсь наведением на смайл и как правило код смайла совпадает с ну ты понимаешь с какого это канала сделано вот но как сделать чтобы связка была с каналом скорее всего при наведении ну то есть понятное дело что ни в коем случае не кликабельные спири а так скорее всего должна быть подсказка при наведении на смайл блин а это так и так есть но там кажется код смайла по подставляется они имя канал в общем это это задача все-таки забанили его на капс перешел товарищем ладно бывает нет я он по-своему прав я так сделаю чтобы не забыть так ну что ж ради ради феликсом ради вернувшегося феликса сейчас блин да что ж такое возвращаемся к серьезному комментарию пора менять всем выставление пароля сегодня обсуждали нашли миша еще один момент феликса и по входам соцсети там на самом деле проблема даже не сколько выборе никнейма в принципе этот пункт он бы нормально бы прошел в том что тебя все заставляют ввести почту вот но допустим если вы к мне почту то многие другие соцсети почту и все равно отправляем пользователю сообщение о том что типа подтвердите почту идите по ссылке вот именно вот этот пункт я думаю что бесит пользователя понял то есть и мне несколько раз поднимал этот вопрос по поводу того чтобы как-то упразднить все-таки эти лишние шаги работа и нет надо вот ну то есть ты поддерживаешь ну надо тогда там несколько раз уже этот вопрос поднимался и я думаю что надо выпиливать эту хрень окей хорошо отлично да ты тебя вообще очень плохо слышно не это у тебя все пропадает так делается а это клипается как будто то есть когда ты мне говоришь стороне нет попробуй говорить вот аккуратнее типа медленнее тише давай ну 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 нет окей спасибо паш хорошо хорошо что не все так очевидно ну смысле нет не все так плохо плохо может быть повоюем и упростим по поводу пароля сегодня как раз обсуждали паша паша как раз наоборот является сторонником временных паролей и мы пришли к выводу что это не настолько критичная штука что чтобы менять то есть пока оставим таким вот образом так я залогинился был последний раз авторизован на сайте два года и я вообще не понимаю интерфейс прошу заметить что я не тупой но в вашем интерфейсе очень сложно разобраться вот об этом же я сегодня говорил то есть если человек нерегулярный непостоянный пользователь то многообразие его пугает надо упрощать вот что значит сердечки кого я лайкнул на кого подписан а там кстати при сердечках написано подсказка добавьте канала в избранное видимо там уже а ты видимо ты подписывался раньше и и потом появились сердечки даем идем дальше вижу профиль сегодня к стрелочкой вниз навожу этот баг уже сексировали сделали задачу вкладка событий нет новых событий она самая спорная на самом деле потому что мы этот фит до сих пор не до ума не довели и очистку событий в разных вкладках и сам набор этих событий поэтому мне сегодня грешные мысли посетила пока ее скрыть но это с может быть кстати этой и правильный то есть просто уведомление прилетает и и все потому что там пока логика вообще непонятно даже для тех пользователей которые которые постоянно пользуются стримы так только на ю тубе изображение иногда лагает иногда пикселиться превращается в откровенным мысом на ю тубе такого не происходит в работаем над этим часть конечно здорово такие преимущества просмотрены джейми лично мне не очень понятным youtube не делать рекламы сквозь отблок мы не делаем рекламы сквозь отблок если отблок пропускает это не не наши намеренные действия то есть мы разок там попробовали не знаю там полгода 9 месяцев назад словили там то что побанили не только рекламу но и разные там функциональные вещи на сайте и забили на эту тему тем более что реклама это не стоит не основной источник монетизации сайт вот поэтому видеорекламу мы специально не пытаемся продавить через через отблок вот какие преимущества просмотрены джейми для стримеров это условия в первую очередь то есть она хотят ты наверно со стороны зрители говоришь хороший чат хорошие смайлы если все если глобальных проблем те вот как сегодня обнаружили со стопом трансляции не возникает то серваки с хорошими каналами то есть шустро все работает вот ну опять же не у всех но мы стараемся ретрансляции есть но опять же это для стримера для пользователя ну вот вот мы стараемся сделать так чтобы чтобы было турнирчики проводим низкая задержка кстати на твича кажется уже низкой задержкой сделано вот что там еще ну а кроме чата что а ну что тебе нужно какого функционала не хватает расскажи у нас например очень удобный донат в чате есть который с привязкой карты с дома доната в два клика ну клипы ну клипы тоже на твича реализованы окей чатик здесь с точки зрения сообщений значительно лучше потому что чаще всего его моделируют лучше стримеры то есть здесь больше более взрослой аудитории более осмысленные сообщения на ютубе нет низкой задержки на звуковые сообщения а на ютубе есть низкая задержка говорит фомби на фомби что-то знает я не хочу чего-то больше ну вот феликс расскажи в она ты собственно ищешь но тогда пользователи которые в чате находятся они могут дача мандр как раз мы об этом сегодня говорили блок я понял твич не лагает и стабильнее вот вот это вот конечно атмосфера отличная перемотка стрима как на ютубе не планируете делать про это говорил сегодня раз пять да именно это и собираемся сам сайт меньше честно говоря на данный момент вообще не понимаю что за сайт goodgame это площадка для стримеров да киберспортивный портал с натяжкой площадка для турниров да что зверь такой в этом и проблема может быть это не проблема может это уникальная особенность сайта потому что у нас действительно он постоянно развивался то есть если взять самый старый goodgame на нем не было в принципе стримов зато были там файлы где выкладывались демки и были там кита радио эфиры или были там раздел раздел демок там был шикарный просто как ты мог это это была бомба если вы вспомните на старом сайте какие какой был раздел с демками ты мог зайти галочками протыкать интересующие файлы нажать тебе все паковалось в архив и присылалась нигде вообще такого не было сейчас сумасшедший функционал но со временем со временем сайт должен меняться ну во первых потому что как бы демки уже никто не смотрит переходит естественно стримы там тоже эволюционная такая и появляется раздел и появляется чат и чат многократно переделывался и и дальше 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 в результате мы пришли сейчас к тому что наиболее популярный раздел это стриминг стримы но у нас действительно есть турнирный модуль который ну который мега конкурентный из на котором проходят турниры и в них принимают участие люди в том числе из-за рубежа на регулярной основе корейцы там и европейцы и американцы вот и вроде тоже работает это отдельное направление есть при этом редакции которая тоже из с одной стороны в ноль работает ну то есть она не не минусовая и новости читают вот то есть мы пришли к достаточно сложной структуре сайта реально сложный но она такая сложная потому что историю сайта большая то есть это ну так исторически сложилось вот вот мы пришли к этому мы там пришли к тому что стримы должны быть на первом месте что наиболее популярный раздел там и финансово больше всего аудитории больше всего турниры очень полезно стоит точки зрения что они создают информационный повод для тех же самых стримеров не зря же от вич первое что сделал это купил то ли долю то ли все весь если информационные поводы игровые киберспортивные это очень важно турниры также очень хороши для привлечения новой аудитории потому что для того чтобы человека ну чтобы человек например принял участие на турнире ему нужно зарегистрироваться на сайте провести как правило несколько часов на сайте ну то есть он изучает он находится он играет он вовлекается это отличный инструмент для привлечения как раз новой аудитории вот что-то предлагаешь я понимаю что это поднять сложно что это за сайт гудгейм такой это гудгейм он вот такой вот такой вот уникальный не убирать же там разделы которые кажутся тебе непонятными хотя может быть и стоит вот я бы форму брал за счет у гг на твиче зареган захожу туда очень редко тоже не понимаю интерфейс тупо кое-как включая стрим ничего не смотрю ничего не трогай тоже не тупой ну на твиче тоже перегруз колоссальный по функционалу на мой взгляд я не предлагаю это скорее вопрос в чем фокус а он постепенно меняется то есть сейчас вот мы например перерабатываем вот пока тебя не было два года мы очень сильно изменили страницу именно стримера и страницу канону канала стримера то есть там и хороший функционал для для самого стримера он конечно мега перегружен но стримером он нужен там всякие звуковые оповещения например есть звуковой донат можно там с отправить сообщение там аналитика по аудитории смайлы там все с анимашками все 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 как надо иконки переподписчики смайлика поддержки там лог изменений там заходишь в аудиторию там тебе с аналитика тык 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 вот фокус в тот момент мы переделывали стримы сейчас мы переходим на турниры потому что во первых у нас стало большее количество турниров ну появляться в принципе если зайдешь в раздел турниров посмотришь там полтора десятка наверное предстоящих с хорошим призовым фондом десяток окей турнира с призовым фондом ну и они регулярно проходят по по самым разным играм и напрашивать изменения то есть есть там конференция организаторов которых есть свои запросы которые регулярно проводят турнир они знают что им нужно вот и мы собственно делаем итерацию с обновлением турниров ну как бы фокус в данный момент там по именно веб-разработки сложно сказать то есть я понимаю что значительно проще значительно проще было бы если вы мы начинали проект с нуля бахнуть такой односложный с точки зрения концепции портал даже не портала сайт скорее да потому что он проще и с точки зрения разработки с точки зрения поддержки а также значительно проще для понимания задачи со стороны пользователя заходит на сайт понятно donation alerts все погнали вот поэтому фриз я понял да это такое но стабильность это не повышала ну повышала но уже не сейчас ее пресса т вот ввязался я в этот комментарий сейчас сердечки что значит разобрались вкладка событий разобрались новость укатали под стримы стриминг тогда которые пытались говорят experience тоже гнум угну уникальная ситуация в он начал стримить тогда когда мы еще не отказались от идеи допустить нецензурную лексику и все из-за этого гнум но он как бы ругался вот ему делали преды поставили подгалку товарищ который его привел кажется это арчер был да это было арчер сказал что все нормально все уладим а в результате его забанили вот после этого после этого случая с гнумом мы окончательно разрешили бесповоротно нецензурную лексику на трансляциях поменялись к лучшему вот вроде как с одной стороны это ну как для с точки зрения морали и этики это абсолютно неправильный поступок ну нецензурная лексика публично без контроля до кого она доходит с другой стороны для бизнеса это естественно выгоднее чем меньше ограничений тем тебе выгоднее вот ну и вот как бы ты пытаешься усидеть на двух стульях либо ты хороший либо ты позволяешься вот и и что делать эта ситуация с гнумом да борман это особенность именно формат паб джи потому что он не вписывается в остальные он в ручками был сделан так мне правда нравится этот блок но весьма интересно где турнир от самого goodgame но это как раз вот паб джи сейчас лига идет но ты его не видишь просто потому что это плохо кстати по что мы до сих пор не не нашли решение как отображать турнир с этим форматом в текущих детей во дворе пас послушаем и пупсики по сравнению с ними ну это отличная логика давай это самое тогда это же удивлялся первоклашкам они в этом плане гораздо более развитые чем у них источников информации масса это же не значит что должен вести себя как первоклашка правильно и показывать пример такого поведения если они это делают то что же взрослый мужик дампел что ты к чему это аргумент привел вообще он вообще не к месту проводит турнир на сайте поддерживают бонусы да там по поводу кнопки поддержки мы ее выпилим потому что она появилась просто как мы поддержку обновили на сайте а там тоже есть чат неважно бронзовый статус это туда же для всех не поймешь это просто выпилим и все это формулировка которую я накосячил надо ее поменять витя мне прислал я посчитал что и так сойдет не могу создать турнир уже написали сегодня текст под организатора также как и под ну короче если ты заходишь на страницу турнира это у тебя будет блок сейчас у тебя есть блок участника здесь справа он появляется если ты ни разу не участвовал в турнирах где написано что ты получишь если вы там будешь принимать часть аналогичный блок для организатор турнира сделаем и туда пару фраз уже накидали зачем и почему надо проводить турнир на гг и соответственно это будет лучше чем с невзрачная ссылка на организовать турнир она заходит и решает прекрасную задачу уже текущих организаторов но не решает задачу донесения информации до тех людей которые никогда не организовывали турниры возможно это не и не целевая аудитория но по крайней мере об этой возможности стоит сказать тем более что она повторюсь является уникальной по крайней мере с таким функционалом как у нас блин я реально прошу прощения мы разобрали повторюсь феликс прости что я не до конца твой комментарий дочитаю но мы повторюсь его сегодня прочитали в офисе пообсуждали выделили задачи поставили и прости потому что я на него я могу не дойти до остальных комментариев извини пожалуйста так это было это было рио было замирает и все вот как раз да это вот та проблема которая которая недавно появилась они говорили ее надо будет решать там земля в опасности хотелось бы узнать будет ли какая-то помощь всем непопулярным пив бой привет довольно часто пользуется функции фичер стрим в разные самые игрушки играет один из древних пользователей насколько я помню да товарищ художник тут без рекомендательной системы по стримам конечно не обойтись но пока что есть только возможность сделать фичард если стрим какой-то мега интересный то мы можем его вы вывести вручную бесплатно то есть если у тебя есть какой-то интересный товарищ прислали на него ссылку мы его просто поднимем но это ручное управление она совсем не эффективны то есть нужно либо ну тут скорее рекомендательная система поможет привет игл ее пресс это сейчас будет такой разбор я чувствую не дойду я до конца комментов аргумент прост мы мат в интернете ограничивать бессмысленно задача родителей объяснить где можно где нельзя его использовать ты как причем здесь первоклашки то которые ругаются ты ж я ж каш короче окей спасибо данку создавай когда дождать проекты витрины и ачивки не в ближайшее время потому что ресурсы ограничены а занимаемся турнирами есть такой баг уже есть такая задача вкладка события боковой панели писал почта есть такая задача синий такой классный когда редизайн в процессе когда можно будет редактировать к и по длительности редактор уже нарисован савелием насколько я помню и ну короче я думаю что через один-два мкл а мы уже обновленный редактор по клипам бахнем то есть можно будет уже резать нормально голосование мульти гг не создается может его лучше убрать им да согласен согласен во первых эта страница не для того чтобы там проводить голосование она там была добавлена насколько я понимаю под шоу-турнир и сейчас она просто немножко дезинформирует пользователей убрать главной галереи но добавить шапки где-нибудь абсолютно отталкивающий блок на главный там надо понять с галереями событий я бы пользовательски не отображал на сайте а вот галерея событий с того же самого игра мира тему вроде как сейчас посмотрим да мы галерею событий не два так и не добавили было бы значительно полезней кстати почему мы не добавили со всеми галереями вроде бахнули паш помнишь статус у нас по галереям какой галереи события сами по себе у нас есть мы вроде остановились на том что сделаем условную галерею со все страниц со всеми галереями событий и ведь окажется дорисовывал блок на главной странице именно с галереями событий но какой статус сейчас я не припомню михаила есть предложение можно сайте всплывающие уведомления по турниры которые ты выбрал отметил или похожий вариант чтобы не пропустить интересный контент мы уже в новой версии турниров делаем подписки на на турнир визу вер говорит вообще идея таких стримах дефис говно на имею же технареи знатных есть маркетологов в процессе и будет тебе счастье всю каждую копейку считаешь еврей носатый блин ну как так визу верну по поводу маркетолога есть пара кандидатур правда первый товарищ обещал на этой неделе освободиться выйти на связь не вышел на второе уже вроде как приступил к изучению за еврея носатого конечно это обидно было скажу прямо без утайки и действительно есть проблема у меня что я отношусь к сайту не не с бизнесовой точки зрения с такой домашний вот за что естественно после новости ну дали же повод написали эту новость из серии ищем маркетолога для привлечения пользователей уже говорил про эту историю что появились экстра деньги надо потратить на что потратить холодильник купили все купили куда еще потратить выпивка девушки проектуют это вряд ли даст плюсы решили остановиться на маркетологи тем более давно хотели вот написали новость и я такое количество негативы и грязи серии там ну что как у вас там дела ну что загибаетесь вот а вот я говорил тебе три года назад вот и тут как бы опять приходит но опять же аудитория разные у нас очень разные то есть хорошо что больше положительно настроенных товарищей они менее активны но и больше это радует это вселяет веру в в человечество в принципе потому что сайт это все-таки какой-то слепок общества и если ну короче хороших людей должно быть теоретически больше иначе иначе смысла в этом мире нет никакого вот а вот бывает убрать галереи с главной повторюсь скорее всего отображать не пользовательские галереи которые весьма специфичны именно галереи событий которые и с большей актуальностью и там фотографии получишь профиль не работает иконки уже пофиксили насколько я понимаю смайл до сих пор не призалили анимированный вот это кстати надо не забыть барашка не за не вот самое печальное в том что ты все равно воспринимаешь все комментарии потому что ты их должен воспринимать всерьез ну даже если негатив ты пытаешься понять а с чем связан негатив там пользователь старый визу веру вообще древний он больше десяти лет на сайте вот он же не просто так это пишет он как-то к этому пришел вот и у тебя противоречивые чувства с одной стороны ты должен это впитывать пропускать через себя с другой стороны если ты будешь через себя как порт ладно не будем то энергии не остается то есть это же все порождает обратную реакцию тебя просто силы заканчиваются через какой-то момент впитывание этого все так мото d больше информации нужно скорее всего тут вопрос в размере мото d на каком канале это происходит вот вопрос игл скорее всего у тебя мото d на каком-то канале там громадный он перекрывает допустим input или где-то у тебя там вот и не сворачивается хорошо было бы неплохо сделать стандартный донатерский смайл по умолчанию анимированным без покупки общего према зритель с донатил зритель молодец или получать не миру на плюшку ну тогда это логику поломает потому что анимированные смайлы то есть у нас достаточно сложная схема в плане бонусов за подписки личный премиум gg плюс донатерские смайлики там за саппорт несколько граней специальные иконки и есть определенные утверждения которые не должны быть с какими-то дополнительными условиями они должны быть прям четкие то есть анимированные смайлы только у прем подписчиков все то есть в донатерские смайлы только у донатеров вот а если ты начнешь переносить анимацию с премиум к донату это во-первых с одной стороны несколько бесценит премиумные ну премиумные подписки вот с другой стороны замотивируют донатить хотя не факт потому что они такие более более накапливаемые смайлы да и статусы в донате вот и самое главное это порушит логику то есть ту тем кто-то пришел просто избавить тебя долгих прст подожди ты опять 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 то же самое ты просто громко не говори это явно у тебя срезаются клипа каким-то образом ты просто говори в полголоса и все тебя все равно прекрасно слышно хорошо но я говорю абсолютно не громко я хотел бы говорю что хотел избавить тебя долгих рассуждений а вот действительно раньше была такая логика вот где были жесткая разграничение где чего но эту логику давно поломали да вот и сейчас более того вот про общие донатерские смайлы ведь я говорил что их не будет с введением донатерских смайлов конкретных стримеров вот не знаю почему они до сих пор остались видимо видимо еще не успели их убрать вот и сейчас я так понимаю что донатерские смайлы у тебя анимированные даже если у тебя нет према так что это логика в любом случае уже поломата вот общий донатерских сморалов вроде как не должно было быть что делать но видите что выбирать меня лаправить если что выбирать смайл отбирать смайлы нет видеть собирался дать их всем скупе знаю вот да ведь и логика очень непростая это мы она еще меняется в процессе я не успеваю следить за всем этим спасибо павел что избавил меня от от долгих рассуждений которые никуда бы не привели и отключился прикольно предлагаю делать подборку разноплановым экстримов гс ежедневном обзоре в новости чтобы те кто делал контент малозрительность большая расширит аудиторию непонятно кто этим будет заниматься редакцию озадачивать но кстати если кто-то из редакции заинтересован то я идею передам так рионы решил написать идеи по форму зачем если у тебя прямой доступ вообще есть раз уже занялись редактором не особо важный бак но все же давно сломался счетчик темы ответ в который отображается права от разделов окей есть предложение что-то придумать для простых для просмотра старых тем объясню зашел в раздел там 10 тем посмотреть более старые надо же показать еще допустим не интересна тема которая обсуждала 2015 году не могу найти ее поиском надо нажать показать еще кучу раз неудобно ну а что ты предлагаешь ну можно конечно не нажимать показать еще а сделать там бесконечную про про прогрузку но ты знаешь как как много людей рио пользуется каждый день форму ну ладно там допустим 5000 человек заходит в раздел не знаю сколько там у него просмотров сейчас как много людей не смогут найти интересную тему через поиск срезаем раз как много людей еще тему и не могут найти разными способами вот и тут кто вообще ищет темы 2015 года с ума сошел изменил бы состав раздела на форме если популярны дата можно почистить кстати в можно просто у редакторов в смысле у редакторов у модератора форма у нас же они есть запросить инфу и поскрывать ненужные разделы вообще сегодня видите предложил переработать опять же чистый стилистические страницу форума опять же убрать лишние подложки вот опять же упираемся в верстку к сожалению это первый раз у нас такое узкое место что что нас верстальщик не успевает за тем что рисуется и кодится это вот и в принципе в тот момент когда мы будем чистить эту страницу смотреть там на карту кликов посмотрим посмотрим куда вы тут тыкаете может что-то какие-то изменения внесем кроме в чисто таких визуальных можно будет по избавляться от непопулярных разделов поскрывать их его в принципе ты можешь нет в любом случае спасибо что написал потому что это в любом случае не пропадет но если у тебя есть какая-то пиши напрямую просто и все они такого что сервер сайт отвратительно написанного тяжело поддерживать да нет там вроде рефакторинг периодически идет и сейчас же речь вообще о верстке там там все почище значительно а пофиксили окей уже вот это довольно странная идея я не совсем понял в чем ее смысл но я бы поучаствовал по крайней мере в качестве слушателя здесь то есть в чем суть человек предлагает задвигал ладно задвигал идею по поводу сайта михаил сказал что я фафил и не прав бывает такое поэтому предлагаю на gg собрать своего рода брифинг пригласить на него пару стримеров с опытным стриминга на сайте более года людей связаны с киберспортом есть у нас такие опытных пользователей сайта и новичка который долгое время не пользовался например феликсом как вариант человек который принимает концепцию современную понимает концепцию современного предпринимательства знающий о функциях возможностях сайта могут поступить хорошие идеи вот сложнее всего такого человека найти возможно список кем-то дополнить можно даже заплатить приглашенным можно даже можно даже чтобы они уделили домостаточно времени подготовились какое-то время после обсуждения идеи провести их оценку и детальный разбор внутри коллектива тут задача не поставлена вот вот это меня смутило в комментарии то есть с какой целью это делать цель цели полагания должно быть вот мы собираемся идея сама очень хорошая собрать казалось бы разрозненных людей из разных частей сайта потому что они обитают у нас каждый в своем разделе и вроде как должны образовывать некую экосистему да там упырь из чатика стример организатор турниров опытный пользователь и человек который понимает в бизнесе ну руслана позовем например вот цель и полагание какое у них у всех компетенция в рамках своего ореола обитания она близка к абсолютной ему им понятные цели задачи они знают чего они они по крайней мере хотят и вот они вместе собираются как представители разных культур и это отличная идея вот но какая цель этого всего какая цель что сделать всех послушать но мы их так отдельно слушаем они должны что-то сделать такое уникальное именно совместно вот пока мне цель непонятно вот поэтому вот я бы с удовольствием поприсутствовал по крайней мере пассивным слушателем вот но если я вижу что товарищ онлайн если так мы танцем утон феликс 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 со . миша ледокол увы не прав вы не интернет-банк и не крипто бирже чтобы выслать пароль на чертовски неудобно голосовал как сделать чтобы люди сказали как удобнее может я не прав так может быть даже твой вариант и удобней но вопрос насколько это целесообразно то есть насколько это короче мы сегодня это обсуждали решили что с точки зрения секьюрности у нас там где речка речь идет о финансах ну а стримерах организаторов турниров о игроках там двухфактор к стоит там без смс ты вообще ничего сделать не сможешь поэтому решили что не приоритет уфа код говорит обновил да рассказывай да да еще раз по поводу феликса и его его вот эта вещь с паролем вот мы как раз обсуждали с секьюрной точки зрения вот а феликса интересует именно удобства жаловался он не на то что мы присылаем ему пароль а на то что он этот пароль забывает ему лень зайти поменять и он забывает и мы заново нужно восстанавливать так вот если подойти с этой точки зрения то как бы проблема на мой взгляд становится чуть более актуальной ну не такой что прям супертоп приоритет если ты скажешь ты же помнишь что мы стопанули это из-за того что да да вот если ты скажешь витя бахнет макет что там изменим письмо мы что мы еще еще разок к этому вернемся когда будем разбирать комментарии окей хорошо спасибо ты сейчас кстати не пропадал я убрал в этот усиление на микрофоне который автоматом включилась после того как я переткнул в другую сбит вот понял ну да вот он и клипился да так михаил подскажи пожалуйста как я подписался на gg плюс и там был написан про уникальные иконки перед ником на выборе иконок их наблюдаю что делать что блин мне просто подписка на год у тебя их в настройках чата нет звездочек или что у у меня есть гг плюс и нет иконки что за что за у меня есть иконка канала есть донатерские иконки модерская иконка на выбор а гг плюсов sky реально нет добрый вечер ты пропустил мой первый комментарий ой да сейчас подожди секундочку ведь зафиксируй пожалуйста вот эту задачу по по иконке я понял да кажись потеряли так 25 ты можешь на 1 стриме показать иконочки свои в чате да конечно вот смотри сейчас задержка персональный часто видишь середа на терских и модерская все то есть он был вот здесь откажется общее что-то мне как держка дикой ты меня до сих пор не показываешь а вот все открываешь все закрыл уже а там видимо суть в том что когда ты у тебя есть стримерская иконка она выше приоритетом нет мы такой логику не должны были делать у нас изначально любую после она просто изначально об было такой логикой то есть если у тебя есть прям на конкретный канал то он как бы более приоритетен от прямо но я понял это хорошо спасибо вам спасибо пашу так вот уже хорошо сегодня по фидбэку прям очень хорошо причем большинство задач процентов 80 будет выполнена за ближайшие там несколько дней на такие которые которые быстро решаются если подписок несколько искать быстро определенный смайл в селекторе и в чате потом среди общих становится затруднительно решит только кастомный с драгон дропом добавить селекторе поле поиска смайликов по его коду да ты псих что ли который по мере ввода без двоеточие сразу фильтруется падение ее пресса т.к. так видите на связи нас и мы так мы это тоже обсуждали насколько я помню ладно в любом случае надо мне сейчас ускоряться на самом деле давайте сделаем следующим образом во первых все комментарии которые вы оставил оставляй оставили еще оставите скажем до понедельника в новости мы их любом случае прочитаем обсудим и из них сформируем задачи я щас их дочитаю в любом случае но буду делать это уже без более детального такого обсуждения потому что уже уже долго верните старый гг цель улучшения дэв пишет цель улучшения сайта с разных позиций не знаю как это будет продуктивный сайт но мы такое делали вовсе собирались каждый просто выдавал свои идеи предложение в качестве доклада результат был вот а ну окей а чем это отличается от обсуждение несовместного то есть если у вас просто в офисе общая задача то есть цели там реализация этом плана продаж меня увеличение там обороты или прибыль не знаю сокращение издержек китом задачи общие и вы как бы вынуждены вместе взаимодействовать тут объединение разных групп пользователей на сайте ну то есть я приблизительно представляю что это будет то есть мы соберем и каждый будет высказываться относительно своего раздела что ему нужно но мы и так собираем отдельно фидбэк от организаторов отдельно от редакторов отдельно от модераторов отдельно от стримеров и отдельно от пользователей то есть в любом случае то есть смысл в чем именно этих людей объединить поштурмовать может быть ради только живого общения и штурмовки скорее всего такое так ладно хорошо не идея хорошая просто опять же я не понимаю цель есть так саники говорит турниры беспокоит мне как-то не очень удобно висят открытые турниры за текущим надо лезть во вкладку турниры по мне так сильно неудобно помню раньше чтобы геру посмотреть каждый раз приходилось к турнир лезть потом сам на турнир чтобы посмотреть стримера который стримит этот турнир чтобы знать на турнир то же самое на главный текущего турнира нет лезть турнирный модуль да есть такая проблема и в обновленной версии турнира мы текущие турниры будем будем отображать нормально ну то есть в в правильных местах этот комментарий очень полезен а как раз для виктора сейчас пересмотреть еще разок обновленные макеты и сделать выводы кажется сейчас в макетах турнирных текущие да они на сейчас первым приоритетом вообще находится но после фичард текущий турнир сейчас проходит чтобы знать на турнир то же самое на главный текущего нет листья в турне почему не сделать стримера этого турнира вместо коммерческой вкладке 1 не понимаю коммерческой слоты ладно разберемся потом вопрос не думали добавить фильтр что можно было убрать к примеру и ролл трансляции из поиска по категориям в перспективе скорее обратные опять же подписки на игры но пока что пользуйтесь просто банами точечными чтобы видимо избавиться от не тематического контента вне с интересом антек карлов один вопрос попробуй семантик бахнуть на время решится ли проблема то есть возможно это блок на уровне антивируса да с фильтром известная проблема либо выпилим либо пофиксим почему так технически пропустил комментарии скилуха можно сделать так чтобы в клипах как в стримах могло быть 18 плюс может быть 18 плюс и соответствующее уведомление вы если ты не подписан на канал то у тебя соответствующее уведомление что 18 плюс она всплывает светлый дизайн в процессе тиран говорит бывает что именно при создании нос когда выбираешь груда прокликивая нужные тебе в поле ничего не отображается брейд брейд не отображаются тебя врешь тиран как брейд не отображается брейд даже видите у опытных стримеров с высоким ммр возникают какие-то базовые проблемы жди редактор клипов будет по поводу прям смайлов если кто не умеет код смайл от нас кликабельными через лкм да нет на другую кнопку никто не будет тыкать до уфа код уже говорил по поводу видеораздела ты написал комментарий до того как я о нем говорил все хорошо также если уж начали развивать киберспорт и гг вроде турнира на платформу почему не сделать раздел для команд еще набираю для развития киберспорт мы для командных турниров планируем сделать что-то подобное и как раз эта идея в том числе от организаторов турниров пришла что-то вроде быстрого быстро набрать команду из серии людей которые готовы играть то есть сначала тебе предлагается среди там друзей на сайте ну там друзей знакомых второе это просто люди которых ты не знаешь но они там тоже нажали на кнопку хочу играть но нет команды и со страницы турнира уже можно там бахать ну вполне вполне вероятно последнее время появляется проблема с чатиком пишет отправляешь она пропадает вместо него но юзер задержка отправлять две секунды первый раз встречаю штуку капитан сухар проблема с чатом пишешь сообщение отправляешь она пропадает вместо него надпись ноу юзер разберемся по android приложению момент следующий многих стримеров как я понимаю не премиум отсутствует семена качества они вещают на исходном высоком с этим при плохом мобильном интернете просмотр затруднен возможно с android сделать мобильный качество доступно по умолчанию нет к сожалению нет но наиболее популярные трансляции мы начали с недавнего времени кодировать если у нас есть свободной мощности то есть было такое говорит было точно было хорошо спасибо большое хотел краба тебя поставить написал ноу юзер но может быть это такой блок хороший так вчера лаваш говорит вчера подписался на твой канал почему-то количество под переподписок обнулилось потом снял профиль оказалось что у меня два канал две подписки 1 1 месячная 2 14 месячная когда токнул переписать на второй подписался раз где не сняли оба раза это баг или краб ну видимо ты не развал с интерфейсом в любом случае лаваш я если это не против тебя просто средств закину на счет а ты уж их там по своему разумению 322 начислил тебе пользуется на здоровье если какие-то проблемы то саппорт вот эти вот с послетевшим стреком есть функционалом если у кого-то слетел и он прям очень переживает он может написать на саппорт ему там стрек восстановят не торопись говорит ведь по поводу окей что виктор хорошо что ты здесь если есть что сказать джойнте потому что так лаваш балковая закупка балковая видимо массовая дача из пейпал либо богоет либо не реагирует совсем деньги сняли когда не пришли странно прозвучит михаил конечно привет привет ведь лучше деньги пацанам пока не раздавай мгновенно разберемся ситуации потом я просто знаю лаваша он и подписывался и поддерживал там он уже ну то есть он и так молодец я я я полноты хотят считаешь я деньги на повод я просто я просто до возвратил ему частично то что он потратил вот и все ничего в этом страшного нет не переживай просто проблема может быть комплексные ну вот разберемся ничего страшного мы дим у нее все равно после решения проблемы если он там существует деньги забирайте не будем все все нормально ведь не переживай там на зарплате это не скажется бэтмен напиши пожалуйста либо мне письмо я тебе пачку ключей вышлю либо через саппорт они тоже пачку ключей высылают после проверки флог джон говорит чумандра я на сайте уже больше восьми лет есть нюансы неудобства но меня это никогда не останавливал все нравится получаю удовольствие слушать аналитику и мнение всегда удовольствие сиди не сиди мутоны сами себя не убьют конечно же флогов тиму флог 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 спасибо тебе так окей утречка господин ну там те тестит редакторы видимо добавьте плосподдержку латекс или хоть маркдаун форме в новостях станет удобнее читать проще писать ты же сказал про демки а вернуть не хотите вот где логика вообще вот где логика ну господин ног те что же ворота пишет просьбы просто что через две разных просьбе же он пишет почему логика почему логика смысле сказал про демки а вернуть не хотите что значит ты про что весор я я думал ты первый пункт во втором перепутал вами вот по поводу маркдауна и латекс это к тебе у нас ведь и специалист по латексу у нас визирик зачем нам латекс тем более вот речь идет о том что смысла нет возвращать демки потому что этот раздел не будет пользоваться популярностью потому что потому что уже другой год на дворе у нас будут репки если что но там не только репки там принципе файлы скорее для того чтобы решать всякие темы загрузки скриншотов после в тех дисциплин и где сложно доказать то что ты победил вот там лаваш опять это на ваш easy money 322 ну вот видишь у нас я же все короче ведь все нормально все так как и должно быть деньги за эмоции спасибо лаваш большое теговая рекомендательность системы конечно прошлый век но как и к не хотите сделать нет не хотим ее сделать кстати очень удивился что twitch делает прям акцент на тегах прям вот прям прям вот тегируете все все тегируйте 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 наша система поиска будет работать по тегам это насторожило но у них естественно у них там свои задачи потому что контента значительно большие поиск необходимы теги скорее это как барьер кто не не ленится и стримеров кто делает описание тот получает больше аудитории но в принципе учитывая современные возможности поисковых систем теги это прошлый век все равно из контента можешь выдергивать все ключи даже если почему если не попутно то что еще раз я могу ты знаешь но вот у тебя же не сайты работаешь на твичин да давай я рассказываю когда такая огромная аудитория когда большой объем данных она генерировать просто ничего не стоит не ну типа не так время на разработку сотни системы поиска просто заставить пользователи хомячка хомячков все про теги разручную так сделал вальф помимо маркетологом мам вам бы еще кого поискать девочки дизайнера можно совмещать меняемся к лучшему конечно хорошо но не очень неоперативно а имеется для каких для решения каких задач то есть у нас есть определенные задачи мы их решаем разными способами вот появились ресурсы решили взять новые направления так скорее по посмотреть что можно там сделать вот но опять же для тут из комментарии просто непонятно какие задачи собираться решать вот то есть взять еще кого-то для чего хочется редактировать комментарии кнопка снизу они только сверху что дописываю пункт и приходится листать наверх стачпада неудобно ведь она в любом случае до кингмейкер пока нет не скрывается мотодеке хорошо бежим уже паровозом вперед мучимся потому что мутоны ждут нас осталось совсем немного я очень благодарен вам за фидбэк друзья не не смотрите что я сейчас просто уже третий час пошел не самые интересные трансляции для для зрителей вот я чувствую то же что у вас футбол шлак у нас это ну во-первых все ждут x чем для начала а во-вторых прям мы в этот раз мы просили фидбэка и мы его получили это очень хорошо спасибо вам большое за то что услышали это сообщение по поводу пожеланий очень жду редактора клипов будет сумма время времени таймлайне при создании будет интересный момент будет это все понятно современный топ-1 а услышал ответ поэтому на стиме с на стриме современный топ еще хотелось бы при просмотре галерей была возможность а вот раз что здесь галереи событий чё там помнишь блок на главный ты по типу пользовательских сделал но галереи событий мы хотели выводить галереи событий на главной странице с галереями типа вот с комикона сына игра мира ивенты дает причем но ты интереса интересовал же этот блок но сейчас есть блок на главный галереи пусть вы чего хотите нет пользователей пользователей там нужны галереи событий но не напишите событий спасибо видеть очень помог да хорошо очень я не пущу пиво слышу окей теперь надо почитать историю гудгейма посмотреть старые макетики ну пока мне не такой чтобы галерею пользователей скорее не нужно на главной странице потому что они индивидуальные они главным образом не очень интересно они цепляют но сколько через какое-то время надоедают а вот галерея событий там и фотографии более качественные и в общем саппорт ответил на почту отказывается что а ответил оказывается окей я думал нифига себе на саппорт офигел отказывается отвечать на почту ё-моё не там там лон лишь работает там товарищ нет не самый быстрый но очень ответственный поэтому помню неоднократно поднималась тема с хостами да есть в не ближайших планах но есть то есть она не такая актуальна как как на твиче но я бы с удовольствием после окончания трансляции какого-то товарища рекомендовал вот пока писал комментарии после сворачиваться здраво добавлялся новый комментарий к новости заново кликать разворачивать это да это неудобно достаточно редкое событие потому что во первых на этой трансляции достаточно часто появляются новые комментарии и на этой трансляции комментарии большие то есть принципе ты много времени потратил и окно между появлением комментариев она меньше стандартно поэтому большинстве других случаев проблемы не будет добрый вечер добрый не этот баг уже зарепортили и он будет фикситься ближайшее время так что нужно все нормально что же делать ну ладно спасибо ваш возможно только мне отсутствует авто сообщение от саппорта о том что вызова как принята у нас нет к сожалению никакой системы все все что вы присылаете она пишет пустотой особенно когда ответа нет несколько дней вот это 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 плохой сигнал потому что раз в сутки должен человек отвечать просто некоторые вопросы требуют ну у саппорта есть определенный список доступов для решения типовых задач ответы на большинство вопросов но есть моменты не типовые которые саппорт не может решить без участие разработчиков например или участие моего поэтому он вполне вероятно пересылает сообщение к мне периодически приходит вот этих сообщений от него с проблемами не типовыми и но в любом случае ну и соответственно ответ задерживается но он же все равно должен отписаться что типа все приняли и вперед михаил говорит что он чаще раза в сутки отвечает но кто это написал сейчас тебя вычислят по ip сейчас все не передам еще вопрос можно новость на главное переедут более удобные для просмотра места хотя бы в виде ленты заголовков а то их не очень видно под стримами а читать их зачастую мы не интересно о как эти какой вы сайт до стриминговый вот поди разберись да нет и места выше и они еще ниже скорее всего ползут если мы турниры как хотели сделаем на более видном месте два раза писал два раза за день получал ответ очень противно говорит галере по поводу новостей а ты знаешь как реализовать и ну просто добавляется еще одна таба у нас наша фида фиде и новости перейдем туда ужин вопрос фильтрации но вообще да это типа ну если мы хотим избавиться типа с главный популяться от лево-лево лишнего перегруза контента разнопланового то это отличный способ да тем более заголовками она довольно компакт я чувствую что неонавт сейчас бомбит у него от этого новости почему они только забудут ты чего это дополнительный фокус вообще от не уверен в смысле а какая логика неонавт всегда защищал редакцию и авторов ну собственно как бы как это слишком кардинальные изменения и не так это же дополнение мы же не убираем новости нет я имею ввиду что нужно убрать новости а молодец ведь спасибо тебе большое поменяем сейчас к лучшему с тобой я бы тоже на место не она то бомбила давайте новости с главным берем михаил не бак официально написать сообщение несколько букв слов божды пожар сайт уедет да это это известно мне кажется в чате тема добро может быть не такая значительная ошибка теперь во время создания темы написано и сохраняется если выключился свет или сначала закрыл страницу ничего не потеряется буковка пропущена это мелочи это мелочи это чтобы не забыть макер привет привет не смотрел трансфер с самого начала если будет вопрос поняла что пропускаем комент просто по галереям пользоваться несчастные на привычки изображена наркомания да да вот поэтому и надо выбирать галереи пользователей надо менять на галереи событий вот спасибо к срофт частично обсуждали сегодня да блин вот за одну трансляцию сразу так мы хопа и столько всего накидали и некоторые вещи реально очень просто изменить будет уже лучше так товарищ говорит из саппорта что от тебя пришло одно письмо которое пришло час назад и она пустое в нем вообще текста нет ты уверен что посмотри в отправленных что ты отправил на саппорт успеет он не реально пользоваться игре и какие-то странные так странный баг только что заметил когда писал 51 сообщение нажал публиковать вместо моего сообщения отобразили пустышки те самые которые отображаются при загрузке первые чата пропали только после скройника вверх вниз возможно загрузилась отправка на прошло секунд 2035 это надо нашим видимо подаваном это уже сори сори я уже успел тебе кинуть уже правит хорошо а это в общей задаче да по по редактору по форуму да они сами это записали туда без меня такие хорошо добрый вечер добрый вечер наверно сложная задача возможно будет интересно сделать систему экспериментов для новых фич которые непонятно как делать лучше пример два варианта но это да это абэ тестирование стандартно да ну мы не помню делали в принципе вообще чистое абэ тестирование или нет чистого нет но мы пытались типа полу которая вот ну ладно да ну уже по поводу абэ тестирование неоднократно говорилось там где есть сомнения вот прям принципиальные сомнения по поводу работоспособности двух вариантов решения задачи если у тебя вообще никакой информации нет ни прошлого опыта накопленного не вот у нас чаще всего если задача возникает чаще все мы знаем каким образом ее сделать понятное дело что есть более или менее ну какой-то вариант более удачно какой-то менее удачный но абэ тестирование это не увеличение это увеличение длительности реализации фичи раза в три потому что мало того что тебе нужно сделать два ну как правило принципиально разных варианта ну ладно две разные кнопочки окей неважно на это все повесить аналитику и правильно это все раскатать на разные равные группы пользователей приблизительно это ладно это это проще и после этого еще не накосящись с выводами потому что вот самая сложная задача после этого не просто посмотреть на статистику на и правильные выводы из нее сделать потому что если там ну короче это реально усложнение увеличение длительности разработки в даже не в два раза скорее всего в три раза на концептуально очень правильный подход особенно в условиях отсутствия адекватного опыта разработки но на практике получается очень иррационально в общем это дорого и мы не имеем до этого специалисты по абэ тестирование пишите на майке вот если бы у нас были избыточные ресурсы по разработке вот именно избыточные если мы берем какой-нибудь проект мега ограниченным функционалом но очень высоким там ревенью ну допустим твиттер да у них там с точки зрения концепции все понятно с точки зрения реализации только нагрузка распределенная это самая большая проблема а так то ну текстовые сообщения ретвиты концепции понятно и реализуется просто вот там вопрос юзабилити кнопочек иконок какая лучше какая там по эффективности или возьму какой-нибудь магазин тоже где все отлично считается и конверсии воронки и вот у нас к сожалению история другая потому что у нас нет сверх с одной стороны бюджетов чтобы мы могли перекрывать увеличиваю все время разработки в разы и нет такой прям четкой систем монетизации ну то есть она есть моменты мы там стараемся как можем вот упрощать и с следуя базовым принципам но доп ресурсов таких сверх ресурсов на на разработку нет и так видите приходится оставлять приоритет от чего-то отказывается и выбирать что что делать вот но концепция хорошая оба тестирование очень подходит повторюсь для для проектов со сверх бюджетами и с большей степенью ответственности к мелким деталям так вот скажем добрый вечер добрый вечер раз тотем пару вопросов можно что сделать с подачей меню кнопки профиля а очень бесит что случайно туда найдешь мышку потом пытаешься переключить страницу стримов что 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 выпадающем меню кнопки профиля а страница лента стримов ты сюда переходишь она тебе выпадаете все ничего не сделать опять же шутка про то что на киберспортивном сайте мазать нельзя как 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 разноцветная кнопка самое крутое наведение после за последнее время без сарказма так не понимаю роста ты не понимаю пока выпадающий меню кнопки профиля это явно она над переключателем страницы ленты стримов очень бесит что случайно ведешь мышку и потом пытаешься переключить стримов падаешь на другой страниц ну не маш они же далеко там друг от друга находится он не нубас просто промахнулся в 97 процентов он методично промахиваться 97 процентов когда запущен стрим переключаешь на другую вкладку через некоторое время стрим просто отваливается включаешь обратно возвращается это скорее всего к браузеру то есть когда вкладка неактивно в самом браузере она может все выключаться и все но можно совсем выпилить сайта левой трансляции наподобие онлайн радио позитив добавьте его в черный список и все но пройдет этот хайп не заходить да не смотрите не будут они появляться правил сайты в первый кандидат на хост понятно подливай подливай небольшая проблема с комментариями только что заметил возможно известно залогинившийся пользователь не может оставить комментарий без обновления страницы в курсе ведь таки это прерываешься 50 что и комментарий потом тоже с комментами я помню да невозможно на весь открыть видео с мобильной версии сайта у это хорошо кажется я уже слышал это сообщение или сегодня товарищ щас писал его краем глаза видел хорошо на пикаче вот эта штука с тегами реализована можно будет реализовать тоже ведь я хотел ты кажется я сам предлагал сделать ну чтобы так смайло напишешь и смайлик подставляется там suggest бахается чем больше смайлов смайлов меньше ну на твиче есть на пикаче да то есть у нас не есть что это не куда саджисти по саджисти начнешь писать окей да хорошо хочу пробные премы пишет к стол обида не знаю сглодовость направления не все сообщения в части отображались это сообщение такое у него со смайликом но юзер часто в андроиде встречается потестить это хорошо как раз накануне обновление приложения баги репорта сообщить об ошибке читается читается на основе этого собственно и формируется приложение на android отлично еще есть несколько пунктов на обновление приложить км комьюнити менеджера не кого-нибудь а я понял сейчас аудиторию сглаживать углы при падении серваку недоступности сайт комьюнити менеджеров эх может маша поднатаскать на комьюнити менеджера и ишь там съедят девочек сразу нервы да хотя мне кажется что мне кажется когда-то обсуждалась идея давать возможность постить свой контент а-ля пикабу да все еще да нет мы к этому постепенно идем просто вот обновленный редактор это как раз один из шагов для user generated контента потому что этот обновленный редактор в с некоторыми изменениями пойдет у нас в новости материал интервью все 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 что там соответственно снизим порог потому что если вы сейчас вы захотите добавить новость вас встретит вот такой вот монстр я бы сразу закрыл после этого форма добавления и значительно лучше когда у вас не не такое да а вот такой редактор просто и пишите в свое удовольствие поэтому сначала упрощаем способ добавления редактирования материалов где бы он ни был ну то есть форум комментарий новость а потом даем возможность пользователям я думаю что все-таки есть у нас люди потому что на пикаче периодически появляется материал интересный аудитория там поменьше и я думаю что у нас учитывая большое пересечении по аудитории все равно будут люди которые что-то интересное будет писать миша неудобно расположена кнопка профиля когда человек залогинен рядом с кнопкой перемотка страницы со стримами тянешься чтобы смотреть что есть за стрим на других страницах а разворачивается наверное да вот как раз может быть решит проблему дела и там по полусекундный например это это вопрос к виктору как здесь точки зрения интерфейса лучше решить потому что там уже несколько пользователей написали у нас есть несколько активных зон вот здесь вот да это селектор на главной странице селектор по играм и на стримах видео та же самая тема то есть этот угол по карте кликов довольно активный то есть там курсор пользователя гуляет периодически нет нет да заходит наверх по клику просто сделать все будет нормально ну ну там хотя и стрелочка до что типа просто без клика не закроешь хорошо ну все видите виктор уже решил добрый вечер url стрима и url чаты но это исключительно мое кронс сарям то есть это исторически не менее это же секундочку тоже он там говорит о том что в чате должно быть никнейм стримера ну так же как в юреле и я сразу скажу что работает и так и так то есть можно писать личный канал а можно писать ник на им стримера если напишет чат майкер будет все работать а у тебя с кронзом на прямой связи разве нет есть вот кронс ты такие вещи тоже сразу пиши просто паше и все если не факт конечно что он решит но если там вещь какая-то такая простая одна сложная то он тебе сразу ответит но вот здесь я бы сразу сказал что работает и по некую так что так на новый год были подарки сообщения которые выделены классная фича кстати блин подарочки-то заходили а еще прекрасно вы помните какой там спам подарков был вообще чудесный некоторые стеймеры специально это время выпиливали за грех она слишком просто если ну а но пользователи просто в восторге от подарков были может быть под и у нас как раз есть время подготовиться под новый год и у нас даже бюджет есть какой-то под новый год может чем замутим окей в баню шутка ладно не нет интуитивно непонятно где искать смайлы за донат спасибо савелий что показал но я сам не додумал слезь бы в этом не представляет как узнать сколько задонатил ведь я в курсе что там не доделал на него макеты по донату по это еще один хвост оповещение об качек премиум специально для тех кто не хочет 3 стрик они приходят на почту о том что тебя премиум скорость течет за три дня насколько я понимаю приходит такое сообщение к тебе на email если не приходит то напиши вообще приходит и последний комментарий 72 очень сегодня продуктивный ребят вообще молодцы я не справился вы справились есть идея по улучшению чата бывает видишь в чате сообщение в котором вася отвечает петя тема выглядит интересной начинаешь искать предыдущие сообщения петя чтобы проследить ход беседы но в мешанине чата ненужные сообщения тяжело выцепить глазом было бы неплохо иметь возможность выделить сообщение вася и петя например при клике правой кнопкой на сообщение где один пользователь обращается к другому сделать опцию показать беседу которая будет подсвечивать их сообщение просто пример натализации нужно подумать классная идея или в принципе при наведении на сообщение пользователя показывать его сообщение в предыдущий в рамках этого чат обновление комментарии в теме постоянно выкидывает из редактора не дает писать хорошо это в любом случае не пропадет друзья это есть уже два с половиной часа мы с вами пытались сделать невозможно сделать good game лучше но есть задача более важной а именно спасти землю я благодарю вас за предоставленный фидбэк повторюсь что вы можете оставлять комментарии еще дальше по крайней мере до понедельника точно ну и наверное в течение понедельника потому что мы разбирать будем понедельник-вторник все вот это вот обсуждать распределять на задачи вот и бак чате пользователь отвечает пользователю такое подсвечивается как окей я естественно благодарю наших замечательных всех короче причастных к сайту разработчиков дизайнера в модераторов то всех стримеров спасибо вам за обратную связь спасибо за вам за все увидимся с вами на следующем мкл который пройдет в начале следующего месяца в пятницу в первую пятницу нового месяца и мы к вам с новыми результатами придем всего хорошего еще комменты да локи там спамят пока